Так, и видео. Видео попозже чуть-чуть включу, когда мы уже все соберемся. Так, добрый день. Значит, ну давайте мы чуть-чуть подождем людей и начинаем. Значит, ну сколько сейчас имени? Я немножко... Имя Москва. С... 15.34. Ну вот, подождем несколько минут и начнем. Сегодня, соответственно, мы с вами поговорим про... Так, давайте я... Правильно. Шарится сегодня презентация. Все правильно. Так, значит, сегодня мы с вами поговорим про такую вещь, как... Ну, мы вспомним про разные задачки, которые, в принципе, можно решать в алгоритмике. Так, что-то... Да, выделим. Ага. Значит, мы поговорим про то, какие бывают задачи. Мы с вами узнаем еще один метод решения задачи. На самом деле, тесно будет связан с динамическим программированием, потому что, в принципе, они похожи в каких-то моментах. И мы с вами обсудим такую вещь, что, вообще говоря, задачки... Ну, то есть, бывает так, что вы алгоритм неудачный придумали, и он работает долго. А бывает так, что время выполнения, в принципе, задачи, оно лимитировано самой природой задачи. То есть, вы не можете эту задачу решить быстрее, чем за какое-то время, какой бы алгоритм вы крутой ни придумали, и это можно доказать. Вот. Ну, и под конец мы посмотрим на такую ситуацию, что теоретически тогда... Вот вы можете поставить, что ваша задача, она вот такому классу принадлежит. Ее там нельзя либо вообще решить, либо ее нельзя решить за маленькое время. Вот. Но есть нюанс, включаясь в том, что задача, тем не менее... Я сейчас включаю видео, да. Задача, тем не менее, все-таки решение имеет. Так. Ну, я думаю, что уже 15.35. Да, уже 36 даже. Вот. Поэтому можно начинать. Хорошо. Значит, начнем мы с такой детской задачки, по сути. То есть, поиск элементов в массиве. В принципе, мы с вами похожую вещь смотрели, когда мы просто там смотрели, как в строке что-нибудь искать. Строки искать под строку. Это похожая задача очень. Вот. Ну, вот, допустим, у нас есть массив чисел где-то. Вот он просто богом данный. Возможно, нам его надо прочитать откуда-то. Возможно, он лежит у нас уже в оперативной памяти. Вот программа имеет к нему абсолютный доступ. И возникает вопрос. Вот если у нас просто есть массив, за какое минимальное... Ну, то есть, какой хороший алгоритм, который позволит нам проверить, есть ли в этом массиве число 12, скажем. И оказывается, что, в принципе, то, что приходит первым на ум, это и является оптимальным алгоритмом. Мы просто проходимся по всему массиву и проверяем каждый элемент на равенство 12. Я думаю, Америку не открыл. Такой алгоритм простой. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что можно ли... Ну, то есть, вдруг можно сделать быстрее. В принципе, мы эту штуку решаем за O от N, ну, потому что нам просто нас N элементов в массиве, и нам, соответственно, потребуется... Чем больше массив, тем дальше в нем искать. Можно ли как-то от этой зависимости либо избавиться, либо сделать ее поменьше. Ну, вот оказывается, что если у нас никакой дополнительной информации о массиве нет, то нельзя. То есть, мы с вами на семинаре разберем такую вещь, как бинарный поиск, который позволяет искать это быстрее. Но только при условии, что ваш массив, он отсортированный. Если он не отсортированный, то, к сожалению, быстрее сделать нельзя, потому что, ну, просто банально вам нужно проверить пять позиций. То есть, в принципе, элемент может быть на каждой из позиций. У вас нет, повторюсь, дополнительной информации, что, например, на половине позиции этого элемента нет. И поэтому, если ваш алгоритм будет проверять меньше, чем пять позиций, там, или N позиций, то у вас просто по термине диехлет, что у нас там есть 10 шляп и 11 кроликов, значит, в какой-то шляпе будет два кролика. Здесь та же самая ситуация. Мы всегда, у нас можно будет поместить число, которое мы ищем, в ту ячейку, которую алгоритм не проверяет, и наш алгоритм работать будет неправильно. То есть, получается, что вот эту задачу, ее решить меньше, чем за линейное время, нельзя. Опять же, если мы ничего не знаем дополнительного о массиве. Например, того, что он отсортирован. Если бы мы знали, что он отсортирован, то мы могли бы некоторые вещи сделать, потому что просто это накладывает дополнительные ограничения на то, что вообще может происходить с массивом. Так, сейчас, секунду. Панельку перенесу. Так, хорошо. Ну, пойдем дальше. Значит, есть такая задачка. Мы ее не разбирали, хотя с нее, честно, начинают алгоритмы. Это задачка сортировки. То есть, у вас есть сортированный массив. Вроде не сортированный, у вас просто есть массив какой-то из записи. И вы хотите эти записи отсортировать по ключу. Тут такая важная история, что, опять же, если вы будете сами изучать алгоритмы, там всегда вам даются сортировки. Типа, ну, на самом деле, все алгоритмы, они даются по принципу, что вот у вас есть какие-то чиселки. Мы с этими чиселками оперируем. Они полностью все нужны. Вот. Обычно в реальной жизни, конечно же, не совсем так. Вот, допустим, в данной ситуации нам, если мы хотим отсортировать вот все эти записи по ключам, нам, на самом деле, абсолютно не важно, что лежит в Элиосе. Но в то же время задача имеет какой-то практический смысл, только если к ключам привязаны какие-то Элиосы. Иначе, ну, в большинстве приложений это будет просто нафиг не нужно. То есть, сортировки в этом плане выглядят очень многие отбито от жизни, отстраненно от жизни, потому что просто вот нет понимания, что, на самом деле, когда мы там сортируем чиселки, на самом деле, за этими чиселками все же стоит какое-то реальное значение, с которым нам нужно работать. Вот. Хорошо. Значит, чтобы у нас вообще вся эта задача выполнялась, мы еще, кроме этого, должны допустить то, что мы эти ключи можем сравнивать. То есть вот это вот... Почему многие сортировки, они там относятся к классу сортировок с сравнениями, для которых мы будем, собственно, некоторые вещи говорить, потому что мы говорим, что, вообще говоря, мы к ключам не предъявляем никаких особых требований, но мы их должны уметь сравнивать. То есть у нас, если два ключа, то они либо один больше другого, либо один меньше другого, ну, либо вот может получиться так, если у нас ключи не уникальные, что они равны. И плюс мы еще просим, чтобы у нас операция сравнения была ассоциативной, то есть обладала вот таким очень правильным свойством, что если у нас а меньше b и b меньше c, то у нас а меньше c. Ну, иначе, опять же, отсортировать это в каком-то порядке, в котором всегда будет стоять слева элемент меньше, чем справа, не получится просто. Ну, как эту задачку... То есть так... Вот-вот, то есть задачка вот такая вот. Опять же, повторюсь, если у нас что-то не выполняется, если мы элементы сравнивать не можем, или у нас результаты сравнения элементов могут меняться там в зависимости от фазы Луны, то задачка не решается. Но вообще мы хотим вот их так переставить, просто чтобы слева шел элемент, который всегда меньше того, у которого ключ меньше, чем у того, который идет правее. Вопрос, как это сделать. На самом деле есть очень много алгоритмов. Опять же, ну, сортировки — это такая штука, на которой можно просто пробовать литер или любой подход. И плюс это на самом деле сортировка... Сортировка сама по себе, конечно, редко людям нужна вот именно в прямом смысле. Выбрать 10 лучших элементов можно и проще. Но, во-первых, в сортировках применяется очень много разных подходов интересных, просто поэтому читать там на Википедии там 25 сортировок иногда интересно, просто потому что там каждый применял как-то иначе. Но, во-вторых, на самом деле сортировать можно очень по-разному, в очень разных условиях, и в зависимости от этого тоже будут пройдить разные сортировки. Ну, допустим, вот мы у нас абстрактный там слон какой-то. Мы вот в данном случае просто... Мы абсолютно абстрактны, нам просто нужно отсортировать массив. Мы не думаем, что у нас там памяти может быть мало или еще чего-нибудь мало. Вот. Ну и мы понимаем, что, в принципе, опять же, вот мы можем работать только с ключами, забыв, что у нас есть записи, просто по той простой причине, что мы по value ничего не сортируем, и вот просто это важно помнить. Вот. Значит, в принципе, можно предложить много алгоритмов сортировки. То есть, если вот просто даже вспомнить... Ну, то есть, все мы испорчены, на самом деле, знанием того, что какие-то есть, просто слышали, где это возможно. Но, в принципе, сортировок реально очень много, и можно даже свою придумать, и, возможно, она даже будет, ну, работать немножечко иначе, чем остальные сортировки. Ну, либо эту модификацию там кто-то когда-то придумал, но найти информацию об этом проблематично. Вот самая простая сортировка, она, кстати, не сразу приходит на ум часто, но самая простая, это просто давайте возьмем, заведем новый массив такого же размера, и начнем в исходном массиве, просто найдем сначала наименьшее число. Вот возьмем это наименьшее число, скопируем в начало массива. Нормально. Ну, то есть, почему бы нет? Потом точно так же найдем второе наименьшее, третье наименьшее. Ну, и как будем делать? Ну, вот такой способ, который, на самом деле, неправильный, так не делают. Просто будем эти значения затирать каким-то образом. То есть, делать так, чтобы алгоритм, в принципе, их игнорировал. Например, у нас есть только положительные ключи, поэтому отрицательные мы выкидываем. Ну, просто берем тот ключ, который мы взяли, что вот он был минимальным на прошлом шаге, мы его присваиваем там минус единичку, и все. Так делать, конечно же, не стоит, но вот у нас абстрактная вся ситуация, поэтому мы так работаем. Значит, соответственно, таким образом мы можем постепенно-постепенно массив отсортировать. Возникает вопрос, за сколько мы это сделаем? Ну, здесь не очень много, на самом деле, нужно вычислений, чтобы догадаться, что вот у нас в массиве было n элементов исходным. Значит, вот каждая такая стадия, каждая стадия поиска элемента, причем я специально вот тут еще сделал вот эту немножечко уродскую историю, что мы, на самом деле, по всему массиву продолжаем ходить, это будет выполняться за o от n. То есть нам нужно по всему массиву исходному пройтись, в том числе пройтись по значениям, которые мы каким-то образом занулили, чтобы их игнорировать. То есть каждый раз, ища новое число, мы будем его искать за o от n. Таким образом, у нас, получается, мы n раз будем, ну, нам же все элементы надо отсортировать. Получается, мы будем n раз искать самое маленькое число из оставшихся. То есть суммарно вся эта штука будет работать за o от n в квадрате. Опять же, в принципе, можно предложить модификации, которые будут работать чуть-чуть лучше вот именно данного алгоритма. То есть мы можем там, на самом деле, достаточно, можно обойтись только одним массивом, можно вот эти значения, которые занулены, не занулять на самом деле, а просто, ну, хочу пользоваться тем, что мы идем, живем в одном массиве, просто можно, мы нашли какое-то значение, и менять его местами с первым в массиве, не отсортированным. Вот. То есть, ну, можно, короче, модифицировать эту историю, чтобы получился n квадрат, там чуть более приятный, плюс у нас память лишняя не тратилась. Более того, ну, очень-очень гипотетически мы можем даже добиться ситуации, в которой у нас вот эта вся история займет времени o от n лог n. Почему гипотетически? Потому что мы с вами не разбирали такую структуру данных, как бинарная куча. Вот. В принципе, можно, то есть если знать эту структуру данных, можно вот эту даже, такой примитивный алгоритм, когда мы просто выбираем каждый раз минимальное число во всем массиве оставшемся, вот это можно, этот алгоритм довести до того, чтобы он работал за n лог n. Ну, то есть сильно быстрее, но нам сейчас это не важно, потому что мы сейчас с вами разберем другую сортировку, которая, ой, пардон, которая работает за указанное время, вот на самом деле тоже за n лог n. И для этого мы воспользуемся таким подходом, который называется разделяя власть. Он не обязательно гарантирует нам, что у нас там получится решать задачу лучше, он не обязательно гарантирует, что у нас там где-то появятся логарифмы, то есть это такой просто подход, который может решить задачу иногда. Значит, идея следующая. У нас есть большая проблема, мы не знаем, как к ней подступиться. Давайте мы эту проблему разделим на проблему поменьше. Опять же, здесь видна аналогия с динамическим программированием, состоящая в том, что мы заранее предполагаем, что эти проблемы друг с другом не связаны. То есть вот когда мы, что мы можем исходную большую проблему разделить на маленькие, и они с друг с другом не окажутся, ну, то есть не получится, что у нас решение задачи вот T2 зависит от решения задачи T1. Если такое произойдет, то вот наш алгоритм, он, к сожалению, не сможет сработать человеческим. Значит, разделили. Дальше мы делим еще раз, и еще раз, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы каждую вот эту полученную под задачу опять же делим, 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 и у нас на самом деле в итоге получится дерево, как ни странно. Поэтому я говорю, опять же, это очень похоже на динамическое программирование. Так, что-то у меня... Так, давай рисуем. Что-то такое. Пардон. Сейчас. Вот, что-то мне не хочется, не хотелось рисовать. То есть получится такое дерево, оно будет разделенное. При этом мы не говорим, на самом деле, что у нас только на две задачи делятся. У нас может быть три задачи где-то. Где-то мы задачу, например, закончили делить, где-то мы не закончили еще делить. Ну, получается такое очень разветвленное дерево. А дальше мы в какой-то момент получаем задачки очень простые. Ну, это понятно. Например, с сортировкой массива там у нас это будет задачка какая? Отсортировать массив из одного элемента. Или пустой массив. В обоих этих случаях вы, что массив уже отсортирован, понимаете. То есть нельзя сделать массив из одного элемента, который не отсортирован. Значит, вот эти задачки вы каким-то образом решаете легко. Это не обязательно, на самом деле, сортировка будет. Это может быть какая-то задачка, которую просто вы знаете, как решать. Может, даже она нелегко решается, но вы, в отличие от большой задачи, знаете, как ее решать. Ну, хорошо, вы решили вот эти маленькие подзадачи, но у вас проблема остается в том, что вы не знаете, как решить большую задачу. И здесь мы добавляем еще один шаг, который называется комбайн. То есть вот у нас есть решение задач маленьких. И мы знаем, как объединять решение маленьких задач в решение чуть больше. То есть, опять же, это вот прямая аналогия с динамическим программированием. Тоже похожая очень история. То есть мы разделили задачку на маленькие, решили эти маленькие задачки, а дальше можем просто решать все больше и больше задачи. Вот. И в итоге вот таким образом мы медленно-медленно, но придем к решению всей задачи. Это не обязательно решить нашу задачу оптимальным способом. Это не обязательно, на самом деле, в принципе, хорошо решить нашу задачу. Но такой подход есть, и он, как ни странно, иногда работает. Давайте его применим к, собственно, на задаче сортировки. Значит, мы знаем, что, как я уже сказал, массив из одного элемента отсортирован. Остается только подумать над шагом вот этим самым. То есть у нас есть... Мы, в принципе, понимаем, что можно массив делить до размера один элемент. То есть у нас есть шаг вот этот divide. Потом мы можем решить каждую маленькую задачку вот очень просто, просто сказав, что уже отсортирован, это вот захватить конкурен. И дальше нам нужно объединять решение. Нужно вот понять, как объединять два отсортированных массива. На самом деле, делается это не очень сложно. И вот этот подход, он намного более общепри... Ну, то есть он более... Его сфера применения – это больше, чем просто сортировка, слияние. Просто слияние. Допустим, у вас есть две отсортированные записи, два отсортированных массива. Это могут быть два отсортированных файла. И вы хотите из них получить отсортированный файл, отсортированный массив. Вы хотите убрать там какие-то повторяющиеся значения. Вот во всех этих ситуациях, на самом деле, вам будет помогать, как ни странно, вот такая вот процедура слияния. То есть она намного более общая, чем просто для применения, для сортировок. Но в данном случае она будет именно для сортировок. То есть создаем пустой массив. Ну и пусть он будет просто равен суммарно размеру подмассивов, вот этих слияемых, сумме размеров сливаемых подмассивов. Значит, берем и смотрим, значит, какой у нас вот тут наименьший элемент из этих двух. Это ноль. Кладем его в наш новый массив. Потом второй элемент, который меньше, из вот этого и вот этого, какой меньше, единичка. Его кладем. Теперь мы сравниваем этот элемент и этот элемент. Когда у нас два элемента одинаковых, в принципе, можно положить любой, но условимся, что мы всегда будем кастить левый. Из левого подмассива это просто удобно и дает сортировке полезные свойства. Теперь у нас 3 и 2. Ну вот из этого массива берем двойку. Теперь у нас 5 и 4. 5 мин 4 берем. И у нас один массив закончился, а второй, и в втором еще лежат пятерки. Ну, собственно, мы просто берем и говорим, что так как один массив закончился, можно фактически сказать, что здесь лежит какое-то очень-очень большое значение. Поэтому мы всегда будем из первого, из вот незакончившего массива брать элементы. Берем пятерку, берем еще одну пятерку. Вот. И можно проверить, что мы действительно из двух сортированных массивов получили сортированный массив. Это всегда будет работать. Возникает вопрос, за сколько это будет работать. Ну, можно посмотреть, что это будет работать за O от N, значит, за O от N плюс M. То есть, если у нас есть два массива, один размер N, второй размер M, то мы сначала создаем пустой массив, а потом нам нужно просто взять и, на самом деле, каждый элемент у нас, ну, скопировать все элементы, это будет O от N плюс M. И за счет того, что мы в каждом сравнении, после каждого сравнения у нас один элемент гарантированно будет убывать в массив, суммарно там тоже получится O от N плюс M. То есть, эта сортировка с слиянием, она работает за линейное время. Это очень хорошо. Не сортировка с слиянием, пардон. Слияние, не самый процедур. Слияние работает за O от N. Теперь давайте, то есть, все, мы умеем комбинировать решения. То есть, мы умеем сливать отсортированные половинки за O от N плюс M. Мы умеем делить массив, мы умеем решать задачку очень простую сортировки массива из одного элемента. В принципе, вы могли сказать, что давайте из двух элементов еще сортировать руками, что два элемента тоже легко упорядочить в массиве. Для этого есть всего два способа упорядочения двух массивов. Их можно руками проверить. Тоже получилось бы немножко отличный алгоритм, но похоже по сути. Ну, давайте вот берем массив, не отсортированный. Делим его на две части. Эти две части делим еще на две части каждую. И так далее, и так далее. Вот у нас в какой-то момент будут появляться рано или поздно части, которые состоят ровно из одного элемента. Дальше берем и говорим, что окей, вот эти маленькие части, красненькие, они отсортированы. Это правда. Действительно отсортированы. Теперь просто стрелочки разворачиваем. Вот у вас сначала стрелочки сшли вниз, теперь они идут вверх. То есть сливаем 0 и 11, сливаем 2 и 3, сливаем пардон, сейчас сливаем 3 и 7, сливаем 5 и 7, сливаем 5 и 1, а 10 у нас пока вот стоит, потому что на предыдущем числа шаги, если вы заметили, он у нас раньше немножко отделился, чем все остальные. пока мы его не трогаем, у нас просто есть вот одна ситуация, когда у нас есть сортированный массив из двух элементов и сортированный массив из одного элемента. Ну и дальше мы точно так же, вот эти два мы сливаем, этот сливаем с этим, а этот у нас пока стоит, опять же. Просто у нас в массиве не степень числа элементов, число элементов это не степень двойки, поэтому вот такие вот моменты будут, когда мы какую-то часть просто ничего с ней не делаем. Опять же, мы получили уже три части, эта часть теперь ничего не делает, нам нужно вот эти две слить. Мы их слили, и теперь нам нужно слить вот эти оставшиеся две части массива, мы их сливаем и действительно в итоге получаем отсортированный массив. Это работает, и можно доказать, что это действительно всегда работает, причем доказывается достаточно легко, потому что мы ни на каком шаге мы не идем против какой-то просто банальной логики. Тут были отсортированные массивы, после сортировки с слиянием всегда получаются сортированные массивы, больше мы ничего не делаем, то есть получается, что мы нигде не могли налажать. Хорошо. Остается понять, за сколько это работает, я уже на самом деле сказал. Давайте просто так. Ну, да, здесь ответ, давайте на вот этой штуке просто покажу, почему так. Значит, чтобы отсортировать вот эти элементы, которые уже из одного элемента, ну, массивы, которые состоят из одного элемента, нам потребуется сколько времени? Ну, можно сказать не сколько, можно сказать, что на каждый массив мы потратим O от единиц. Это одно и то же, то есть, ну, констант. Нам же нужно посмотреть, что этот массив вообще состоит из одного элемента. Хорошо, получили, что вот на этом шаге мы потратим O от N. Суммарно. Ну, потому что на N кусочков мы потратим на каждый O от единицы времени. Так, теперь, попробую сейчас все-таки менее. теперь посмотрим, что здесь происходит. Вот здесь сложнее посчитать, потому что кусочки могут быть разного размера, в принципе. Мы видим, что какие-то вот в данном случае какой-то кусочек вообще выбыл. Но здесь важна история про то, что на самом деле суммарно на этом уровне тоже N элементов. И у нас вот эти сортировки, они будут оперировать, каждое сортирование, ну, каждое слияние будет оперировать ровно на двумя элементами, на двумя подмассивами. Поэтому суммарно у нас, мы просто если начнем складывать время, которое потребовало слияние для вот всех этих кусочков, оно не может превысить, опять же, O от N, просто числа элементов. Оно может быть меньше, в данном случае у нас выпали некоторые элементы, то есть мы не проводили слияние вот этого массива и вот этого. Вот этого массива не проводили слияние, что-то у нас на единичку меньше. Но больше быть не может. Вот на этом шаге у нас вот этот массив выпадет, а оставшиеся мы будем сливать. Вот эти мы сольем за 4 действия, ну, O от 4, условно, O от 4, а здесь за O от 3, получится O от 7. Так, конечно, складывать O-шки нельзя, но, допустим, ну, то, значит, тоже O от N, не больше, чем N. Вот здесь мы, опять же, у нас вот этот массив будет молчать, то есть мы с ним ничего не будем делать, а вот этот и этот будем сливать. Тоже больше, чем O от N мы не потратим. O от N мы будем тратить, если у нас степень двойки, тогда мы на каждом шаге у нас все подмассивы будут задействованы. Ну и финальный шаг тоже, очевидно, займет O от N. Вот. Получается, что у нас есть какое-то число шагов, каждый из которых стоит O от N. Раз шаг O от N, два, три, четыре, пять. Остается вопрос, а сколько это? Сколько таких шагов будет? Ну, здесь можно заметить, что мы каждый раз массив пытаемся разделить, уменьшить в два раза. И, в принципе, у нас сильно хуже не получается. То есть на каждом этапе мы будем сначала N на два делить, потом мы разделим еще на два и так далее, так далее, так далее, пока у нас не получатся кусочки длины один. Ну, условно. То есть можно сказать, что мы делим N, пока не получится, пока оно не станет равным единице. Вот если это степень двойки как раз. Вот. И на самом деле сколько раз можно разделить число на два, чтобы оно либо единичкой стало, либо нулем, условно. Ну, как ни странно, это логарифм двоичный N. Вот. Больше нельзя раз. И действительно, можно проверить. Значит, давайте посмотрим. Значит, у нас было сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять у нас было элементов. Ну, сколько здесь было шагов от разделения. То есть мы раз разделили, два, ну, по-моему, четыре шага и получается. То есть вот, когда мы будем это именно отделить, у нас получится порядка четырех шагов. Но когда мы будем это объединять, у нас на самом деле тоже вот эти стрелочки, можно их условно сгруппировать по четырем уровням. То есть получается, что у нас есть логен, ну, порядка логен высоты вот стадий, каждый из которых занимает O от N. Соответственно, мы можем одно на другое умножить, и у нас получится, что вся эта сортировка будет занимать O от N логен. Единственный нюанс, вот мы тут не указываем степень дворечной, что логарифм дворечный, но это просто традиция, потому что, опять же, у вас вот это O оно любую константу может съесть. Поэтому, какая бы здесь ни была степень у логарифма, мы, если она больше единицы, то вы всегда можете просто там, то есть можно таким же успехом тут поставить, это будет логарифм четвертый по основанию четыре, это может быть логарифм по основанию десять, и так далее, и так далее, это ничего не поменяет, поэтому говорят о стенлоге. Хорошо, так, clear, можно так сделать. Хорошо, значит, мы с этим разобрались, в принципе, вот такой алгоритм, он работает за n log n, и до этого я сказал, что вот если мы тот самый простой алгоритм, который мы с вами придумали, будем мы его пытаться улучшать, то тоже будет от n log n. Возникает, на самом деле, закономерный вопрос, ну и тут есть нюанс этого алгоритма, что он будет работать на самом деле на любом массиве за время от n log n. В этом плане это не совсем оптимально, мы можем, получается, на отсортированном массиве будем работать за такое же время, поэтому, например, в питоне используется модификация этой сортировки, которая отсортированные массивы учитывает, но в сути это не меняет, действительно, это будет n log n, возникает вопрос, ну и плюс еще память, там затраты по памяти минимально будут линейными, как это сделать, можете подумать сами, либо почитать, но вот в нашей реализации это вообще n log n, память, то есть много достаточно памяти, он живет, ну, в общем случае, нам нужно столько, нам чтобы отсортировать, там, не знаю, файл размером 10 гигабайт, нам нужно столько же памяти, 10 гигабайт, ну, это не очень мало, но и не очень много, опять же, можно опять же обойтись, то есть можно, можно, можно придумать подходы, которые, вот эти затраты по памяти сделают менее мучительными, они останутся, но будут менее мучительными, вот, и возникает вопрос, а вообще, а можно ли отсортировать массив меньше, чем за n log n, и используя только то, что мы можем сравнивать элементы, ну, то есть вдруг существует какой-то очень крутой алгоритм, который работает лучше, чем за n log n, один просто там упомянув, а вдруг есть, который работает быстрее, а вдруг, вот, все люди сортируют такими вот алгоритмами за n log n, а есть какой-то очень крутой, который, ну, работает быстрее, вот я говорил, я сказал, что mesh sort, он на каких-то массивах работает не очень эффективно, может, мы такие массивы можем находить, и за счет этого, у нас там их будет много, и мы вот эту асимтотику поправим, она будет там не n log n, например, n log log n, или будет там log n, log n вообще, то есть там какие-то очень быстрые сортировки, может, хотя бы за o от n можно отсортировать за линейное время, и об этой истории нам говорит такая штука, которая называется теорема о нижней сортировке сравнений, конец сортировки сравнений, значит, чтобы отсортировать массив, как ни странно, нужно найти то, куда мы должны поставить все элементы в нем, чтобы он стал отсортирован, то есть найти перестановку этих элементов. Во-первых, в данном случае у нас нужно двойку поставить на нулевую позицию, пятерку на первую позицию, восьмерку на вторую, семерку на третью, девятку на четвертую. Тогда у нас вот этот массив будет отсортирован. То есть, если мы умеем быстро искать вот эту перестановку, то мы можем быстро сортировать массив, ну и обратное тоже вяду. Если мы умеем сортировать массив, то мы, естественно, можем эту перестановку тоже быстро найти достаточно. Возникает вопрос, а можно ли это действительно найти быстрее, чем ZnLogN? Сначала нужно понять для этого, что вообще сколько существует перестановок элементов этого массива. Вот у нас пять элементов, мы на первое место можем поставить пять элементов, на второе четыре, потому что один уже на первом стоит, на третье три и так далее. Вот. И это получается факториал. То есть, в общем случае, если у нас размер массива N, то чтобы его перестановка, чтобы считать все перестановки, нам нужно перечислить N факториал перестановок. И, то есть, соответственно, есть какой-то алгоритм, который перебирает просто все эти перестановки, такое действительно есть, и вот если эта перестановка сортирует массив, он говорит, что эта перестановка хорошая. То есть, это не будет оптимальным алгоритмом, но тем не менее это такое. Можно описать алгоритм, который просто работает за N факториал и сортирует массив. Это будет очень плохой алгоритм, но тем не менее. Значит, вот у нас есть эти hand-factorial перестановки. Что дальше делать? Мы не приблизились к ответу на вопрос, а можно ли как-то среди этих hand-factorial перестановок быстро что-то найти. Оказывается, на самом деле, что нельзя, потому что мы должны их с сравнениями друг от друга уметь отличать. Причем вот только с сравнениями. Здесь очень важно, что это ТИМ о нижней границе сортировки с сравнениями. И когда вы сравниваете что-то, ну вот это вот на самом деле то, что в машинном обучении дерево решений, то есть в таком духе. То есть вы за раз можете сравнить ход вашей сортировки два элемента всего лишь. Соответственно, в ходе этого сравнения вы из вот этого n-factorial сортировок какую-то часть отправите в левую сторону дерева, а какую-то вправо. То есть вы сказали, что, например, моя сортировка это не n-factorial делить на два перестановок, которые я отправила в правую часть. Я пойду в левую. Поэтому я сравниваю еще второй и третий элемент. И оказывается, что вот если я сортирую массив только из трех элементов, что это вот я точно определила, что, на самом деле, мой массив уже отсортирован. Такое может быть, да, действительно. То есть мы быстро это сделали, но могли, могли, например, в эту сторону пойти и сравнить первый и третий. Там мы тоже на основании результатов сравнения тоже сказать, что нам нужна такая перестановка или вот такая перестановка или массива из трех элементов. Возникает вопрос, опять же, вот тот же самый, который мы решали для сортировки слиянием, а какая высота этого дерева. И здесь нас ждет неприятный сюрприз, потому что вот я сразу замечу, что мы за раз сравниваем, опять же, тут очень важно это, сравниваем только два элемента, вот, единовременно. Ну, просто быстрее, ну, больше мы не можем ничего сделать. Значит, это что означает? Это значит, что у нас вот это дерево, оно всегда имеет два пути. То есть мы, у нас всегда есть вариант пойти налево, всегда есть вариант пойти направо. И в результате, в ходе вот этих всех шагов, там, налево, право и прочее, мы обязательно должны прийти к листьям. Вот. То есть мы должны, ну, достаточно сильно уменьшить вот это пространство из n-факториал сортировок. И мы только до этого обсуждали, что для этого нужно, если у нас там был массив размера n, то его просто, чтобы разделить до единичек, нужно log n. Ну, то есть вот такое нужно дерево высотой log n. Соответственно, у нас сейчас массив не n, а у нас сейчас просто n факториал элементы. Поэтому нам нужно, потому что у нас n-факториал перестановок, и нам нужно все их отличить друг от друга. Получается, что это log n-факториал. Мы сейчас не будем вспоминать формулу стирлинга и прочее, такое есть действительно в математике. Главное просто знать, что это приблизительно n log n. И таким образом, высота этого дерева это o от n log n. То есть, и, в чем это на самом деле даже не o, то есть это снизу можно оценить именно. И что это означает? А это на самом деле означает то, что невозможно сделать сортировку с сравнениями меньше, чем завод n log n. То есть вы в любом случае будете попадать в ситуацию, что у вас либо алгоритм ваш что-то не будет учитывать, как мы в случае с поиском обсуждали. То есть, либо у вас алгоритм, например, берет, вот в эту часть вы оставили, допустим, вы вот так вот обрезали дерево, последнюю вот эту вершинку не стали делать. У вас, если вы так сделаете, у вас высота дерева станет меньше. Мы взяли вот это выкинули и вот это выкинули. Но у вас дерево не сможет просто различать часть перестановок между собой. А это, в свою очередь, значит, что оно какой-то массив входной не сможет отсортировать, просто потому, что оно не учитывает все сортировки. Что ж это такое? То есть, вот эти две мы учли, а эти мы не сможем разделить. Вот этот случай, этот, и этот, и этот останутся неразделимыми. А так как ответы на них разные, то результат разный. Таким образом, получается, что сортировку с сравнениями нельзя сделать меньше, чем за NLG. такая вот есть задача, в которой есть посттеатические пределники. Так же, как было для задач поиск. У нас уже есть две задачи, для которых мы вот, если мы говорим четко условия, что мы имеем, что мы можем делать с массивом, а что мы не можем делать с массивом и его элементами, то у нас получается, что у обеих этих задач есть просто ограничение снизу на то, какой может быть сложность алгоритма, который их решает. Вот это очень важная вещь, что у вас с одной стороны задача, как я уже говорил в самом начале, мы это увидели сейчас, с одной стороны задача может решаться все более и более оптимальным алгоритмом, и за счет этого у вас скорость увеличивается, но с другой стороны у этой задачи всегда есть нижний какой-то предел, вы не можете сделать алгоритм, который будет в осимпотике оптимальнее чего-то. для поиска в неотсортированном массиве это всегда будет O от N, а для поиска в... а для сортировки массива с сравнениями это будет N log N. Хорошо. С этим мы разобрались. На прошлом занятии мы с вами разбирали такую вещь, как кодирование Хаффмана, что, в принципе, можно взять какой-нибудь текст, посчитать в нем частоту символов, их как-нибудь сжать и за счет этого уменьшить размер самого текста. Причем достаточно сильно. Мы с вами там проверяли, что в полтора раза мы его точно пожали. Возникает, в принципе, закономерный вопрос. Ну вот у нас есть текст A, B, A, B, еще один A, B, и, допустим, там C. Вот этот текст на самом деле можно пожать более оптимально, чем кодировать один символ каким-то набором бит. У нас A всегда встречается с B рядом. Поэтому давайте мы A и B назовем одним каким-то символом, назовем его там, я не знаю, E символом. У нас не было до этого в алфавите буковки E. Теперь у нас появилась эта буковка. вот мы ее будем использовать. Так, пардон. Сейчас, что ж такое? Так. То есть, что у нас получится в результате? В результате у нас получится текст, который будет выглядеть так. То есть, у нас идет... Да что ж такое-то? Подон. Сейчас. Подон, у меня почему-то эта штука. Вот. E, E. E. C. То есть, мы пожали этот текст. Он стал меньше, явно, по числу символов. А дальше мы можем применить к нему кодирование Хаффмана, и у нас тогда вообще там получится, что мы... Ну, даже туда не нужно кодирование Хаффмана, у нас всего два символа осталось. Мы E кодируем ноликом, а C единичкой. У нас получится просто последовательность из трех ноликов и единички. Это очень, очень сжатый текст получится в сравнении с тем, что было бы до этого. Соответственно, получается, что мы можем кодировать не только один символ. И на самом деле, конечно же, есть алгоритмы, которые вам сжимают текст не на основе одного символа, а на основе там больших подстрок, содержащихся в этом тексте, которые очень похожи друг на друга, и поэтому их можно записать один и тем же образом. Но... на самом деле оказывается, что все эти штуки можно ограничить тоже такой вещью, которая называется сложностью по Калмогорову-Смирнову. Немножко полетел этот заголовок. Значит, вот у нас есть такая строка и такая строка. Какую из этих строк зашифровать легче? На самом деле вот это. То есть мы видим, что у нас просто есть 9 буквок А и 9 буквок Б. Мы их можем зашифровать, берем там не кодирование Хаффмана, а просто берем и пишем, сколько раз мы встретили буковку А, сколько раз буковку Б. То же самое попробуем вот с этой строкой сделать. Ну, мы можем это попробовать действительно сделать. То есть мы опять же возьмем и начнем там писать, сколько у нас А встретилось. Ну, допустим, если у нас А встречается один раз, мы даже не будем ее сжимать. А и Б мы не смогли сжать. А мы тоже не смогли. И 2Б встретили, ну, допустим. Но ничего это не жало, потому что у нас опять же две буковки Б. Две буковки А тоже не смогли сжать. Ну, на самом деле мы видим, что мы здесь ничего не сможем сжать. То есть у нас вообще этот текст вот таким алгоритмом кодирования не зажмется. При этом на самом деле опять же кодирование Хаффмана ну, опять же, в этом случае тоже не поможет, потому что у нас всего два символа. То есть 0 и 1, тут можно двумя битами все кодировать, тоже ничего не получится. То есть получается, что строки с точки зрения какого-то алгоритма шифрования, ну, не шифрования, да, сжатия, они могут быть очень разными. Какие-то строки сжимаются легко и становятся очень маленькими по сравнению с исходными. А какие-то, вот если мы продолжим даже это записывать, у нас они размер не потеряют. Возможно, даже приобретут. соответственно, хотелось бы понять, а эти строки это вообще что-то вот такое сверху данное нам или это для минуса как этого алгоритма. На самом деле, можно действительно показать, что, ну, с какой-то стороны это все-таки именно природа самой строки. То есть, если у вас строка такая богатая на информацию, ее нельзя как информацию сжать маленькое в что-то меньшее, то действительно эта строка, она любым алгоритмом будет кодироваться тяжело. Может, с разной степенью тяжести, но тяжело. Возникает еще один вопрос. А как вообще, ну, то есть, ну, хорошо, а как характеризовать, там, не знаю, сложность этой строки или как нам сравнить два способа сжатия. И мы говорим, что пусть у нас есть вот некий язык описания строк. Это на самом деле язык, ну, мы обычно подозреваем под тем, как мы описываем строку, что мы ее хотим описать сжато. Если у нас есть строка, и мы ее не можем описать хотя бы за то же число символов, сколько эта строка состоит, то нам смысла в таком описании абсолютно нет. Мы возьмем просто описание, которое более простое. Соответственно, у вас вот этот есть язык описания, и у вас есть программа, которая по языку описания генерирует строку S. Вот. И вы говорите, что у вас вот это описание, ну, можно там говорить, что это машина тюринга, там, с заданной программкой. Ну, то есть, заданная программа, заданный скрипт. Машина тюринга – такая абстрактная вещь про программирование. Но суть в том, что вы можете сказать, что, допустим, у вас есть некое вот описание строки, ваше исходное, там, V, назовем его там, какой-то по размеру. Давайте я напишу это. У него размер V у описания в данном алгоритме. Данный алгоритм сжимает вашу строчку до размера V. Да что ж такое? Вот жал он до размера V. Вот из этого вы, вот из этой V вы можете всегда S восстановить, на самом деле. Будет ли это являться, ну, какой-то адекватной мерой сложности строки? На самом деле нет, потому что есть даже такие специальные пародийные языки программирования, которые, например, умеют делать какие-то сложные задачи всего там одним символом. То есть, можно сказать, что вот у нас есть какие-то очень гиперсложные строки, они задаются гиперсложными формулами, реально сложные для описания, может вообще никакими формулами не задаются, но вот ваш язык конкретно, какую-то одну, например, строку, очень длинную, очень сложную, там, не знаю, Бородино, скажем, стих Бородино, он умеет кодировать одним символом. Просто потому что он знает, что за этим символом скрывается стих Бородино. Вот, поэтому просто говорить, что сложность строки это что-то, просто вот, до чего мы ее смогли сжать, Поэтому обычно к этой штуке еще добавляют сложность описания вот самого вот этого алгоритма m. У него тоже есть какая-то размер, но вы понимаете, я думаю, что когда мы пишем программу, у нас там высвечивается, что теперь она занимает 10 килобайт. Вот если у нас такая программа, и она сжимает строчку там до размера, скажем, 10, то получается, что у нас вот описание всей этой строчки – это вот такая вот штучка. То есть это m плюс v. То есть длина программы, которая, собственно, это описание может сгенерить. То есть не описание сгенерит, а длина программы, которая по вот этому сжатому описанию может сгенерить строку s, плюс длина самого описания. Вот. Это, на самом деле, такая очень тяжелая история для понимания. Просто мы понимаем, ну, единственное, что тут важно понять, что просто, ну, действительно, мы можем много придумать программ, которые там по разным описаниям там будут генерировать строки. Например, там код Хаффмана, мы его умеем восстанавливать. То есть мы с вами вот знаем просто сопоставление, что там каждому символу сопоставлен такой-то набор бит, и поэтому мы можем, просто получив на вход некий набор бит, понять, какой последовательности символов он соответствовал. Вот тут то же самое, но уже очень много алгоритмов у вас есть потенциально. И вот возникает вопрос, а если я переберу просто все эти алгоритмы и возьму из них вот тот, у которого минимальный размер, то что получится? Ну, получится, что вот это вот будет минимальная сложность строки, и это будет так называемая сложность строки по Калмогорову. А дальше идет проблема, которая заключается в том, что, ну, хотелось бы на самом деле уметь сложность таких строк вычислять. Потому что тогда вы могли бы говорить пользователю, например, что у вас файл очень сложный по Калмогорову, его сжать не получится. Там можете перебирать там хоть миллиард программ, но сжать его там сильнее, чем в 10 раз не получится. Или его не получится сжать даже там в полтора раза, или в 1.2, или в 1.1. Он просто вот, он вообще может не сжимаемый. Вот у него есть размер 10 терабайт. Вот 10 терабайт, и он и занимает. То есть вам бы хотелось такую задачку решать, уметь вот находить какую-то нижнюю границу вот для представления конкретной данной строки. Но оказывается, что вот эта сложность, она вообще невычислима. То есть ее вычислить нельзя. Как это показать? Показать это на самом деле можно по-разному. Ну, опять же, в зависимости от математического аппарата. И можно с разной степенью сложности это показать. Но самое простое, на мой взгляд, описание – это через парадокс Берия. Что, вот представьте себе, что мы описали наименьшее натуральное число, которое нельзя описать менее чем 11 словами. Ну вот, давайте просто подумаем, можно ли такое число найти. Ну, то есть, смотрите, 1, 2, 3, 10, 11, 128. Это сколько? 128 – это 3 слова. Дальше мы там 1121 – это 4 слова. Так далее, так далее, так далее, так далее. И в какой-то момент мы, очевидно, у нас получится составить слово, которое… Да, вот тут вопрос возник. Да, то есть, да, в районе нескольких миллиардов у нас там получится создавить слово, которое описывает… То есть, найти число, которое описывается менее… Ну, нельзя описать менее чем 11 словами. Это очень в десятичной системе исчисления. А теперь вопрос. Вот нет ли парадокса? А парадокс есть, потому что давайте посчитаем. Значит, вот мы нашли число, которое нельзя описать вот за меньше, чем за 11 словами. Значит, мы, допустим, его нашли. Мы его, на самом деле, могли искать в какой-то другой системе исчислений, или вообще среди всех попытаться искать. Но суть-то не в этом. Вот мы нашли такое число. Давайте теперь посчитаем. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы его описали десятью словами. То есть, какая ситуация? Вот мы это число задали. Мы его нашли. Но в тот момент, когда мы его находим, мы его описываем меньше, чем 11 словами. Также можно там, то есть не 11, можно 20, чтобы разница была более громоздкой. Вот. И на самом деле все доказательства, которые вот я видел, сложности текста по Калмогорову, они во многом основываются именно на этом факте. Потому что они могут быть немножко более мудренными, они могут быть через программы это делать, через там, допустим, существует такой-то алгоритм и так далее, и так далее, и так далее. Но суть это не поменяет. Мы не можем посчитать сложность по Калмогорову. То есть, вот такая есть задача. То есть, у нас до этого были задачи, которые, в принципе, разрешимы, но мы их, но у нас есть некое ограничение на то, за какое время мы их можем решать. И при этом это ограничение, оно плюс-минус разумное, все наполеном. Но как бы все равно иногда это говорит о том, что мы эту задачу там будем решать достаточно долго. Но бывают задачи, которые мы вообще решить быстро не можем. На первом занятии мы с вами немножечко говорили про, так называемый, еще halting problem. Я доказывал бы, что, ну, что нельзя на самом деле. То есть, у нас есть программа P, на вход программе дается некоторая данная N. Можно ли определить, что программа P закончит свои вычисления за какое-то время или нет. И, в принципе, можно доказывать, что, вот мы с вами это обсуждали, сейчас правильность вставил, что мы можем тоже прийти к противоречию. На самом деле, очень похожему, то есть, сложность текста по Калмогорову и вот эта проблема остановки, они похожи по духу и по тому, как мы приходим к противоречию. То есть, тоже оказывается, что нельзя найти. То есть, вот нельзя решить задачку, которая заключается в том, что просто вот вам дана программа и сказать, она остановится или нет. Еще одна задача. То есть, у нас вот две задачи, которые решались нормально, и мы просто знали, что их нельзя решить там меньше, чем за какое-то время, и мы с этим смирялись. У нас есть задачки вообще неразрешимые. Такое тоже бывает, к сожалению. Ну и мы с вами обсуждали, что, да, что неразрешимые задачки не надо пытаться решить нейросетями, они не решаются нейросетями. Другой вопрос, что, опять же, тут возникает такой нюанс, что косвенно из вот этой halting problem следует то, что, в принципе, не очень легко написать нейросеть, которая будет вам генерировать код. Однако такая нейросетка, в принципе, есть. То есть, мы знаем, что есть там этот copilot, есть еще несколько подходов. Вот этот недавно этот чат-бот, который выпустили, буквально можете загуглить, забыл его название, он, в принципе, умеет писать какой-то код. Он его, по-моему, ворует откуда-то, явно видно. То есть, там код очень похож на просто из курса взятый код, но, тем не менее, он этот код пишет, и этот код даже работает. Вот, получается, некая как бы противоречия, казалось бы, но, на самом деле, нет. Просто он пишет. То есть, вы, в принципе, можете... И, опять же, есть программы, есть программы. Вот у вас статистические анализаторы есть, статистические анализаторы кода программы. У вас, если вы там почитаете, есть целая область про то, как вот действительно вам дана на вход программа, хотя бы найти, подсветить в ней сложные места, которые потенциально могут зависнуть. Вот такие программы действительно есть. И подходы, и проблемы. И вот с одной стороны получается, что люди дураки, что ли, они занимаются программой, которая нерешаема. Но нет, на самом деле, и мы к этому еще вернемся, в данном случае просто задачку мы себе чуть-чуть усложнили. Если, да, в общем случае, если у вас есть программа, написанная на языке программирования, которая относится к называемым Тюринг-полным, то есть это, по-моему, любой язык программирования из известных сейчас, то вы действительно в общем случае не сможете сказать, зависит ли у вас программа или нет. Но подсветить места, которые к этому потенциально ведут, можно, и предупредить о них пользователя на самом деле можно. Это уже не неразрешимая задача, просто вы иногда будете ошибаться, да. Просто нужно ввести какие-то там минимальные предположения, и тогда эта задачка будет уже более решабельна. Так. Ну, соответственно, мы с вами буквально только что привели примеры задач, которые зависят от... для которых время их решения минимально возможное, а зависит от самой задачи. Ну, сортировку мы привели. Кроме того, например, вас просят просто вывести n целых чисел, причем любых, то есть вот на ваш вкус. Вы это, очевидно, не можете сделать меньше, чем за o от n, просто по той причине, что вам эти числа надо вывести. Опять же, вот мы с вами искали данное заданное число в массиве. А можно ли максимум найти меньше, чем за o от n? Ну, тоже нельзя, потому что мы всегда будем... Всегда может возникнуть ситуация, что мы просмотрели n-1 позицию, а максимум у нас был на n-той позиции. Вот. То есть таких задач на самом деле очень много. То есть у нас есть задачи, которые неразрешимы, и у нас куда больше задач, которых просто... у них есть некое ограничение снизу на то, за сколько их можно решать. Вот. И те задачи, которые нам нравятся, это задачи, решаемые за полиномиальное время. Например, проще скорочайшего пути в графе. Такая задача, она решается всегда за полиномиальное время. Единственный нюанс, что она не всегда имеет решение. Я вам говорил, что если в графе есть отрицательный цикл... Например, вот, допустим, у нас C, E, D, B, путь. Сейчас C, E, D, B, C путь был отрицательным. Да, мы могли бы от вершины A к F ходить очень-очень долго по этому циклу. Там, получается, сначала, что у нас оценка пути там минус 10, минус 20, минус 40 и так далее, и так далее. Ну, и как у меня этот... У меня был один приятель, который через двойную сплошную... Фу, через просто сплошную на мотоцикле ездил. Типа, решение прав на полгода, на год и так далее. Ну, вот так можно много себе накрутить, а потом все-таки приехать в полгоназначение. Просто, получается, что здесь просто качаешь по пути не будет, если здесь отрицательный цикл. Но, тем не менее, в общем случае, эта задача решаемая за полиномиальное время, и отрицательный цикл можно всегда найти. Опять же, просто потому что мы знаем, за сколько минимально эта задача... То есть, за максимально эта задачка решается, за сколько итераций. Оказывается, что... Например, ну, понятно, что поиск суммы чисел в массиве тоже задачка решаемая за полиномиальное время. Нужно просто эти числа сложить. Опять же, там может быть не совсем полиномиальное... Ну, то есть, это не обязательно линейное время, если у вас очень большие числа. Но это какой-то полином. То есть, возможно, если числа очень большие, их придется складывать просто неочевидно. Но, в принципе, это будет что-то похожее на полином. Есть такая задача. Мы ее не разбирали. Она красивенькая, ну, такая. Она в биоинформатике используется. Но, как бы, в биоинформатике она используется хорошо. Там пусть излежит. Значит, задачка состоит в том, что у вас есть граф, и вы хотите пройти по всем ребрам графа ровно один раз. И это называется... Ну, в зависимости от того, там, хотите ли вы вернуться в ту вершину, с которой начали, или вы просто хотите по всем ребрам пройти. Это будет либо элера в путь, либо элера в цикл. И вот такая задача, она решается тоже, на самом деле, просто. Причем через, по сути, пояс в глубину, да. Но просто там алгоритм не совсем тривиальный. Я решил его не давать, не мучить мозг. Но, тем не менее, задача решается за полиномиальное время. И причем, более того, за время пропорциональное число ребер плюс число вершин. Опять же, если вам нужно, например, найти наибольшую связанную компоненту в графе, вот вам очень интересно, вы хотите найти там наибольший путь. Так, вопрос. Почему время поиска суммы чисел в массиве может быть нелинейно? Значит, смотрите, если у вас очень-очень большие числа, то там просто возникнет момент, связанный с тем, что вам эти числа нельзя сложить за одну элементарную операцию. Вам придется какое-то число ячеек использовать. Ну, то есть, условно, да. Вот. Поэтому там может просто, там может получиться нелинейно, но все равно полином. Ну, в большинстве случаев, конечно, линейно все-таки. Соответственно, найти наибольшую связанную компоненту, там найти там наибольший метаболический путь, который там в другие не перетекает, тоже можно. И мы с вами, в принципе, обсуждали, как находить связанные компоненты в графе. Можно просто запускать поиск в ширину. Найдем сначала первую. Потом у нас, мы с вами обсуждали, что если граф не связанный, то мы на этом закончили, и у нас останутся вершины, которые мы не посетили. Берем вторую вершину и так далее. Вот так вот мы найдем все компоненты в графе, и дальше мы просто можем посмотреть размер этих компонентов, выбрать наибольшее. Ну, абсолютно тупая задача. Опять же, найти остаток отделения целого числа A на целое число B. Ну, увидим потом, почему после этого я эту задачку добавил. Понятно, что тоже можно за полимеральное время. Опять же, там зависит от того, как у вас эти числа хранятся. Менее очевидная задача. Вот гораздо менее очевидная задача. То есть, вот у вас есть такие скобочки. И у вас в этих скобочках переменные булевы. То есть, х1, х2, там, х7, х12. Ну, их много, короче, разных. Вот. И главное, что у вас в любой скобочке всего две таких переменные. И у вас эти скобочки всегда соединены логической операцией и. То есть, например, там, true или false. И, там, true или true и так далее. То есть, это вот в итоге будет принимать такие значения. И вот можно ли найти такой набор значений булевых переменных, что выражение заданного вида истин? Оказывается, да, можно. Опять же, можно в интернете найти. Это красивая, на самом деле, такая задачка. Трое, как ни странно, там, ну, тоже решается очень быстро. В отличие от своего аналога, который мы немножечко позже увидим. Вот. И почему нас, вообще говоря, вся эта история мучает? Почему полимеральные алгоритмы, они вот такая вещь, которую все любят и все выделяют? Что есть полимеральные алгоритмы, а есть еще там, есть неразрешимые задачи, а есть еще, типа, одни алгоритмы, которые мы сейчас, ну, задачи. Которые не решаются. Потому что, во-первых, если у задачи есть полимеральный алгоритм, то очень вероятно, что можно сделать, его упростить. Ну, то есть, опять же, до какого-то момента, потому что у него есть и вот нижние границы. Но, тем не менее, если вы придумали для решения задачи, там, огонь, который работает за N в десятой степени, то, возможно, есть решение за N в пятой. Во-вторых, у вас мощность компьютеров очень быстро растет. Поэтому, в принципе, если у вас там какой-то пленом от входа, то есть от длины входа, то, возможно, сейчас вы эту задачу решать не можете. Но пройдет еще 10 лет, и эта задача будет решаема. То есть это, конечно, не очень, вам нужно эту задачку решить сейчас. Но, как бы, люди понимают, что на эту задачку вот прям тратить экстра много сил не надо. Потому что сейчас мы ее не можем решить. Возможно, даже у нее есть теоретическое ограничение, что ее быстрее нельзя решить. Но подождем 10 лет, и она будет решаться. Вот. Ну, соответственно, вот здесь это написано. Но есть еще один тип задач, и мы сейчас к нему перейдем. Так, давайте я проведу, сколько времени. Да, давайте вот мы сейчас сделаем перерыв на 5 минуток. А потом мы поговорим, собственно, про еще один тип задач, которые вроде бы и решить их можно, но и решать их сложно и долго. Ну-ка, 5 минут первых. Можно там выпить что-то и пойду воду выпью. Так, хорошо, давайте продолжать. Значит, прежде чем понять, что есть какой-то особый тип задач, мы с вами поговорим еще про такую вещь, которая на самом деле тоже метод, который я только сейчас что-то подумал, что это тоже метод решения задач. Поэтому разделяя ласты был не последний метод решения задач, который мы обобсудим, есть еще один. Он на самом деле невероятно туповатый, но тем не менее, почему бы и нет? То есть он работает. Он часто работает, и часто это лучше, чем придумывать решения для вашего алгоритма с нуля, потому что просто для задач, которые вы свели уже 20 лет, думают, и что-то очень классное придумали, а для того, что вы изначально родили, что-то придуманного хорошего нет. Вот, допустим, у нас есть задачка 1, и мы ее умеем решать за ООТ. И у нас есть задачка 2, которая нам нужна. Нам ее очень хочется научиться решать, но как ее решать, мы не знаем. И оказывается, что можно ее решить следующим образом, действительно, ну почему бы и нет? То есть мы возьмем и скажем, что давайте условия задачи 2 переформулируем в виде условия задачи 1, и тогда мы научимся решать задачу за суммарно... За какое время? Ну, давайте посмотрим. Значит, нам нужно переписать условия задачи 2 в условия задачи 1, решить эту задачу. Ну и на самом деле, то, что еще нужно сделать, нужно решение 1 переписать в решение задачи 2. То есть нам нужно вот так вот пройтись. То есть мы к времени работы алгоритма, который из задачи 1 получает решение 1, добавляем еще время, которое из задачи 2 получает задачу 1, и из решения 1 получает решение 2. То есть получается ООТ плюс ООТМ плюс ООТК. Вот. В принципе, оказывается, что это действительно может работать, но почти всегда это идет с какими-то дополнительными нюансами. То есть не всегда, на самом деле, вы вот этим сведением действительно получите какие-то большие проблемы, но вот самый банальный пример – это анекдот про разницу между тем, как математики и физики воду наливают. То есть вот у них есть 2 задачи у физика, например, вскипятить воду в пустом чайнике и вскипятить воду в наполненном чайнике. И физик, он что знает, что чтобы вскипятить воду в пустом чайнике, надо налить воду в чайник, поставить чайник на плиту и дождаться, пока он закипит. И у вас получится кипяток. И как бы он знает, что если вода в чайнике уже есть, то париться особо не надо, надо просто поставить чайник на плиту и дождаться, пока он закипит. То есть только пункт 2 выполнить. Математик же он делает иначе. Он знает, как решается первая задача, и он знает, что можно сводить задачу к предыдущей. Поэтому он берет из чайника воду, наполненного уже чайника, воду выливает и сводит задачу к предыдущей. Вот. И можно на этом пародийном, на самом деле, примере увидеть, что это все равно будет работать, как ни странно. То есть да, решение физика, оно лучше. Если вы подумаете над своей задачей, возможно, вы придумаете лучшее решение. Но это решение тоже работает. И отличается оно, на самом деле, не сильно. То есть только вот на выливание воды. Если воду из чайника выливать не надо было в этом сведении, то мы бы вообще задачу решили за оптимальное время. Да, согласен. Так, хорошо, идем дальше. Аналог такой уже мини. Менее дурацкий, который часто встречается в коде. Особенно он часто встречается в коде, когда вы пишете на обычном питоне, потому что он не умеет быстрого. То есть в Numpia, в библиотеке для работы с большими массивами, есть решение этой задачи прямое, получить 10 наибольших чисел в массиве. А в самом питоне по умолчанию этой штуки нет. И возникает вопрос, а как получить 10 наибольших чисел в массиве? Ну, понятно с какой-то стороны, что 10 наибольших чисел в массиве можно получить, просто пройдясь 10 раз по массиву. Это не очень на самом деле долго, но вдруг этих чисел не 10, а капу. Ну, то есть какое-то большое число на самом деле. И мы хотим их получить, причем нам на самом деле без разницы на их порядок, такое бывает. Просто получить те числа, которые точно гарантированно там находятся в 99% персинтиле. Чем больше ее. Ну, окей. А что с этим делать? Ну, то есть как эту задачу решать? Мы не знаем. То есть я не рассказывал алгоритм. То есть, опять же, можете почитать про быструю сортировку. И вот у быстрой сортировки у нее тоже есть метод, который используется, ну, типа, в большем случае, в общем, сама быстрая сортировка, которая позволяет эту задачу решать в среднем линейное время. Но мы не знаем этого алгоритма, вот, допустим. Или мы живем в питоне, и нам не очень важно время работы алгоритма. Нам нужно просто получить 10 наибольших чисел. У нас массив не очень большой. Нам эту задачу надо решить один раз, и мы вот больше не хотим к ней возвращаться. Что мы делаем? Мы берем и сводим задачу к задаче сортировки массива. Значит, чтобы свести задачу поиска 10 наибольших чисел в массиве к задаче сортировки массива, нам на самом деле ничего делать не нужно, потому что у нас и там, и там есть просто массив. Мы сортируем массив за n log n. Мы знаем, что за меньшее время сделать эту задачу нельзя. И взяв последние 10 чисел из сортированного массива, мы получаем 10 наибольших чисел. В принципе, мы задачу решили. Можно ли было ее решить лучше? Да, можно было. То есть, на самом деле, есть алгоритм, который, ну, вот как раз-то он получается из процедуры, используемой в быстрой сортировке, который умеет находить вот эту n-10 порядковую статистику, и дальше вы просто вот находите число, которое, ну, например, находится на 11. То есть, 11 самое большое число, а дальше выписываете все числа, которые просто больше этого числа. И все, вы успешны, вы нашли решение задачи, и главное, вы его нашли за o.t. Там более того, есть даже алгоритм, который не в среднем случае ее решает за o.t. То есть, опять же, вот тут очень важно увидеть, что с введением задачи вы можете решение получить, но это решение, к сожалению, не, ну, гарантируется, что оно не будет лучше оптимального решения для данной задачи. Оно может быть, сколько угодно, хуже. Вот. То есть, как бы, первый вывод вот про сведение задач, что на самом деле задача, в принципе, алгоритмов, почему вот после нашего курса вот такого вводного и просто по верхам полезно пройти курс по алгоритму такой, ну, полный, или почитать корма на просто, ну, и, в принципе, полишать просто задачки, например, на лид-коде. Потому что на самом деле вы просто не знаете, что ваши задачи, которые вот вы сталкиваетесь в повседневной жизни, что эти задачи многие, они связаны с алгоритмами. И что вы просто можете взять уже известный широко алгоритм к нему, ну, и проблему, соответственно, к ней свести вашу задачу, решить задачу ту при помощи алгоритма, а дальше свести все обратно, и, возможно, даже у вас получится быстро. Опять же, умение свести задачу к правильной задаче – это умение, которое просто банально нарабатывается. Можно суметь, можно не суметь, там, в разных случаях разно. Ну, а второй вывод, на самом деле, такой печальненький, что оптимального алгоритма вам никто не гарантирует. Можно так насводиться, что вы получите задачку куда... Куда хуже. Ну, например, если искать максимум всего массива, просто сортировку этого массива и взяв последний элемент, я такое, кстати, видел в коде, то, конечно, это решение задачи, но оно явно далеко не оптимальное, и мы все понимаем, что найти максимум в массиве можно быстрее, чем дизайн логан. Вот. Ну, аналогично, есть всякие задачки, то есть, так, этот пример, да, я его забыл убрать. Короче, есть всякие сложные задачки, опять же, это вот из полного курса, я забыл, к сожалению, это вырезать, что, опять же, похожая история. Значит, давайте просто вывод третий сразу разберем, он, на самом деле, следует из того, что мы до этого разбирали, что если мы хотим доказать, что задача 1 не решается меньше, чем за время ОАТ, то мы можем, на самом деле, мы можем это доказать в сведении. Мы находим задачу вторую, такую, что сведение к задаче 1 занимает ОАТ, сведение и решение задачи 1 к решению 2 занимает ОАТК, и для задачи 2 мы знаем, что она решается не менее, чем за время ОАТК. То есть, вот тут ситуация, когда мы, на самом деле, для задачи 1, то есть, для этого мы сводили, чтобы найти решение задачи, а сейчас мы сводим, чтобы доказать, что просто нельзя решить оптимальнее. Вот. То есть, тут очень важно, давайте, я сейчас попозже, тут не очень понятный сайт получил, получился, прошу прощения, я сейчас попроще попытаюсь это сказать как-то. С одной стороны, вот в этой ситуации мы гарантируем себе, что мы не можем решение найти, то есть, возможно, оптимальное решение вот здесь находится. Это да. А со второй стороны, мы вот такими сведениями задачу гарантированно не можем решить быстрее, чем если бы мы это делали каким-то неким оптимальным путем, сразу работая с условием этой задачи. То есть, всегда есть, ну, это путь работать напрямую с исходной задачей, которая нам эту задачу решит хорошо. И вот такими сведениями нельзя эту задачу упростить, можно только усложнить. Сейчас мы увидим, зачем нам это было нужно. Значит, есть такой набор проблем, задач, которые на самом деле в общем случае, опять же, это вот математики очень любят. Это не значит, что когда вам говорят, что такие вот мы сейчас говорим про задачи разрешимости, имеется в виду именно это, что класс проблем, на которые можно ответить только да или нет. Значит, среди вот этих задач, сейчас, пардон, опять мне нужно передвинуть. Есть задачи, для которых существуют решающие их полиномиальные алгоритмы. Опять же, вот среди этих задач, да или нет. Давайте вот просто посмотрим пример. Значит, вот эта задачка не да или нет, то есть поиск кратчайшего пути в графе. То есть, если он, ну, поиск кратчайшего пути, но мы можем свести эту задачу к задаче, на которую точно есть ответ да или нет. Есть ли в графе между вершинами А и Ф путь ли ныне больше М. Мы умеем решать вот эту задачу, мы умеем решать исходную задачу, поэтому, на самом деле, мы на вот эту задачу тоже легко будем отвечать. То есть, как ответить на вопрос, а есть ли в графе между вершинами А и Ф путь длины не больше М. Мы находим минимальный путь между этими вершинами и просто сравниваем его с буквами М. Если получилось, что у нас есть путь, там, не знаю, размера 5, а спрашивает нас, есть ли путь не больше 10, то да, ответ, что да, такой путь существует. А если у нас получился, что минимальный путь 11, а спрашивает, существует ли путь, который не больше 10, то пути такого нет. Аналогично, в принципе, мы можем свести такую задачу. То есть, опять же, это абсолютно тупая задача, но просто вот есть очень похожая, которая так легко не решается. Вот у нас есть поиск суммы чисел в массиве, мы можем задать вопросов, сумма чисел в массиве большая. Очевидно, точно так же мы, вот эти две задачи, они очень похожи друг на друга, и, опять же, вот эту задачу можно решить полиномиальным алгоритмом, который решает эту задачу. Тут вот вообще прямые аналоги, это поиск элерового цикла в графе, ну почти прямые, поиск элерового цикла в графе, есть ли в графе элеров цикл. На самом деле, опять же, если мы знаем, как искать элеров в цикл, мы всегда можем ответить на вопрос, а есть ли в графе элеров цикл. То есть, может, его там нет. С другой стороны, на самом деле, вот на этот вопрос можно ответить быстрее. У вас есть просто необходимые условия существования элеров цикла. И достаточно. Опять же, ну, тоже аналог, то же самое. Вот у нас есть задачка, которую нельзя ответить да нет, найти наибольшую связанную компоненту в графе. Нас спрашивают, а есть ли в графе связанные компоненты, содержащие не меньшим вершин. Точно так же. Рассматриваем все компоненты, находим наибольшую и смотрим, а есть ли такая. Ну, то же самое. Найти остаток отделения целого числа А на АБ. Можно сказать, а делится ли А на АБ на АЦ. То же самое. То есть, можно найти набор, который вот это выражение делает истинным. А можно проверить, существует ли такой набор. И вот это вот существует ли такой набор, на самом деле, получило отдельное название. Называется Too Sad Problem. И оказывается, опять же, что вот эти задачи, по сути, они вообще одинаковые. То есть, найти такой набор, это то же самое, что проверить. То есть, по сути, получается. Но при этом... Вот. Соответственно, в силу того, что эти задачки, они... Вот, которые мы разобрали. Сейчас, пардон. В зуме листается нетривиально. Вот. В силу того, что эти задачки вот реально действительно... То есть, вы взяли, свели задачку... То есть, у вас была хорошая задача. Понятно, зачем вам нужная. Вы ее свели к вот этой гдонетке. Непонятно, зачем. И, на самом деле, программистам тоже часто непонятно, зачем. И тем, кто занимается анализом алгоритмов, часто непонятно, зачем. Ну, не непонятно, зачем. Им просто... Они понимают, что это приблизительно одно и то же. Поэтому часто можно услышать, что там такой жаргон вида, что у вас полиномиально... То есть, вот эти вот P задач, P проблемы. То есть, задачи... Проблемы разрешимости. То есть, на которые надо ответить да или нет. И для которых... То есть, к этим задачам относятся, например, задачи сортировки. Хотя, конечно же, она не является... То есть, на нее нельзя ответить да или нет. Вы любой массив можете отсортировать. Можно там превратить ее в задачу, является ли это перестановка сортировкой массива. Но это будет немножечко другая задача все же. Вот. То есть, можно услышать просто, что по любой полиномиальной... Задача, решающаяся за полиномиальное время, она относится вот к этим P проблемам. Вот. А есть задачки, которые не решаются за полиномиальное время. И вот их легче всего приводить именно на донетках. Собственно, почему эти донетки и вводятся. Это задачи, значит, которые можно проверить за полиномиальное время. Их нельзя решить, но можно проверить. Есть, на самом деле, те, которые проверить нельзя, но это уже совсем сложная задача. То есть, вот у вас есть задачка. Вы ее как решить не знаете. Но вы в то же время можете проверить, что действительно, если вам дали решение этой задачки, то вы можете проверить правильность решения за полиномиальное время. Ну и, на самом деле, там еще есть условие, что вот если ответ на задачу да, то вы его должны уметь проверять. А если ответ на задачу нет, то вот проверка ответа нет, не требуется. Потому что если у вас на нет, то и сертификата нет. То есть у вас вот это вот, ну, очевидно, что если решения нет, вы не можете предоставить решение. Такой нюанс. То есть мы смотрим задачки, у которых, если, у экземпляра которых, то есть вот примера которых, если есть решение, и для него предоставлен сертификат, то правильность вот этого сертифика... Фу. Есть... Сейчас, пардон. Сейчас попытаюсь это сформулировать. Как-то просто. В общем, если, что у вас есть задачки, и вот примеры этих задачек, если для них есть решение, то это решение можно легко проверить. Если решения нет, то, ну, печально. И, как ни странно, полиномиальные задачи входят в НП, потому что, опять же, вы всегда можете... Вот у вас вопрос был. Есть ли в графе между вершинами А и Ф путь длины не больше М? Если вам дадут путь какой-то и скажут, что да, есть, вы можете проверить, что этот путь действительно он правильный или нет. То есть, действительно ли этот путь по длине будет не больше, чем М? То есть, любую задачу на самом... Ну, и в крайнем случае вы всегда можете... Что сделать? Вы можете решить задачу и проверить то, что у вас получился ответ, сравнить его с тем, что вам предоставили. Вот, поэтому задачи вот эти п, они входят... То есть, задачи, которые мы в прошлом разбирали, которые решаются за полиномиальное время до нетки, они входят вот в эти до нетки, которые только проверяются за НП. Ну, и да, есть задачки, которые... Сейчас, пардон. Не П, но входят в НП. Сейчас. То есть, они, по-видимому, есть, и на самом деле вот они нам самые интересные. Мерк поиск пути наибольшего веса. То есть, вот смотрите, у меня была задача, если в графе между вершинами А и Ф путь длины не больше М. Я переделываю эту задачку, если в графе между вершинами А и Ф путь длины не меньше М. Вот. Эту задачку... Вот, если, опять же, я вам даю просто путь какой-то. Типа, говорю, что от А до Ф ведет такой-то путь, который по длине не меньше, чем М. Можете ли вы проверить, что этот путь действительно будет вот таким вот? Да, можете. То есть, эта задачка, очевидно, проверяется за полиномиальное время. То есть, она вот относится к классу НП. А почему эта задачка при этом не относится к классу П? Но это мы вот чуть-чуть позже увидим. Но на самом деле просто вот ее решить за полиномиальное время нельзя уже. То есть, вот оказывается, что у вас либо эта задачка, в принципе, странной становится. Потому что, например, если вы разрешаете в графе циклы, то вы, опять же, можете сделать путь любой длины. Любой длины, и тогда в ответ на задачу бессмысленный. А если вы запрещаете в пути, чтобы были циклы, так называемый простой путь, то эта задача, она, ее решить за полиномиальное время просто нельзя. Еще одна задачка. Вот я говорил, что мы очень тупую задачку, которую я там 10 раз сказал, что она тупая. Можно из нее легко получить задачу, которую решить за полиномиальное время нельзя, а проверить можно. Вот была простая задачка, сумма чисел в массиве больше m. А теперь у нас есть задачка, а есть ли в массиве поднабор чисел в сумме дающих m. Задача очень похожая. Ну, действительно, кажется, что это легко. Но на самом деле, опять же, вот эту задачу проверить всегда можно. Да, то есть вы даете числа, что мне нужно, чтобы проверить, что я проверяю, что эти числа в сумме дают ноль, и что эти числа есть в массиве. Все это я проверю за полиномиальное время, и это означает, что задачка принадлежит к классу np. Но при этом я не могу проверить, то есть я вот эту задачу решить за полиномиальное время не могу. Ну, я когда говорю, что не могу, я говорю там, типа, сейчас считается, что не можем. Возможно, можем, но очень маловероятно. Еще одна задачка. Вот был у нас этот трейлер of cycle, он очень красивый. Его можно легко найти. Пардон. Сейчас. Вот. Его можно легко найти в алгоритме, а вот теперь в графе. А теперь у нас другая задача. Есть ли в графе гамильтонов цикл? Ну, или гамильтонов путь там. Опять же, зависит от того, хотите ли вы возвращаться в вершину, из которой начали. Значит, гамильтонов цикл в графе – это вы хотите доказать, а есть ли в графе путь, который проходит через все вершины ровно по одному разу. цикл. Цикл, ну, цикл, это, значит, проходит по всему цикл, который проходит через все вершины ровно по одному разу. То есть вам нельзя в одной вершине оказаться несколько раз. Кажется, что это очень похоже на задачу, где вам нужно по каждому ребру пройти ровно один раз. Но оказывается же, что в то время, как эта задача решается за пленомиальное время, вот эту задачу проверить, что вы ее, что действительно вы ее решили, можно легко, а вот решить ее за пленомиальное время нельзя. То есть вот проверить легко. Вы даете, опять же, список вершин, говорите, это Гамильтон. Вот в этом графе, если пройти вот в таком порядке по вершинам, то получится Гамильтонов цикл. Я беру, проверяю, что действительно там нет повторяющихся вершин, что это я действительно возвращаюсь в ту вершину, от которой пришел, и что я никакую вершину не... Ну, и что в графе действительно существуют ребра между вершинами в указанном пути. Потому что просто там выписали их наугад, уникальные вершины. Опять же, это проверяется легко. И еще одна задача. То есть, собственно, почему таких задач было много? Потому что вот показать, что на самом деле очень часто вы будете встречаться с задачами, которые в точности не решаются или решаются очень долго. Опять же, вот у нас есть график, связанный компонент, содержащий не меньше м вершин. То есть мы это легко можем найти, да. Есть ли такая компонента, легко находим. А теперь вопрос, а если в графе клика, содержащий не меньше м вершин, что такое клика? А это мы хотим, чтобы у нас все... Вот был поднабор вершин, в котором все вершины соединены со всеми. То есть у нас 9 соединено там с 4, 6, 7, 3, 3 соединено с 4, 6, 9, 7 и так далее. Задачки опять же кажутся похожими. То есть и там, и там фигурирует по сути понятие связность. То есть здесь у нас просто такая связность, что просто мы можем из одной вершины попасть в другую. А здесь у нас связность, что мы из одной вершины можем попасть в любую другую просто за один шаг. Потому что у нас, собственно, ребра между ними обязаны быть в клике. Оказывается, опять же, что в том, как проверить, что вот я говорю, да, в графе есть клика, содержащая им вершин, я ее показываю, и, ну, то есть человек такой, ну да, есть. А вот найти эту клику уже достаточно, на самом деле более сложная проблема. Ну и закуску, на самом деле, могут быть еще задачки, которые очень стрёмные. То есть это тоже будет задача NP, но она будет очень странная. То есть называется она integer factorization. То есть вот мы от такой простой задачки, делится ли A на B нацело, переходим к другой задачке, существует ли число B меньше K, на которое A делится без остатка. Ну, по сути, это очень похоже поиск у простых чисел, но, ну, то есть похоже на него, просто нам нужно было получить, опять же, донетку. Эта задачка, она на самом деле широко используется, и эту задачку тоже нельзя решить за полиномиальное время. И в то же время широко используется тот факт, что если вы ответ знаете, то есть вы знаете вот это число, на которое нужно, которое меньше K, и на которое нужно разделить A, чтобы получился ответ без остатка, то вы это проверить легко можете, потому что вот эта задачка легко решается. Вот, но при этом эта задачка там немножко другого класса, чем тот, к которому мы сейчас пойдем. То есть она там не является NP-комплит, мы это дальше увидим. Вот, потому что для этой задачки, как и странно, можно представить и сертификат, что да, число, то есть вы говорите, да, число есть. Вы показываете, что да, такое действительно число есть. Но на самом деле, если вы говорите, что нет, такого числа нет, вы тоже можете это доказать, причем на самом деле почти похожим образом. Вы просто берете и говорите, какие числа, какие простые множители, простые делители есть у этого числа A. То есть если вы все их знаете, вы можете просто легко, ну, достаточно легко проверить, что есть число меньше K или нет. Дальше идем. Три сад проблем. Значит, была два сад проблемы, я ей говорил, что ее легко решить. Значит, и задачка там, ну, она часто возникает, она возникает при планировании и при сборке микросхем, по-моему, она тоже возникает, как и следующая задачка. И вот эту задачку можно решить легко, а для этой задачки используются специальные решатели, которые, ну, просто по-умному ее перебирают. То есть полиномиального алгоритма для решения данной задачи по-прежнему нет. При этом проверить за полиномиальное время, что вот вы взяли набор чисел, набор булевых переменных, которые содержат true и false, и каждый из этих переменных, если вы ее просто подставите, вот здесь получится истинное выражение в целом, это можно сделать быстро за полиномиальное время. А вот решить эту задачку за полиномиальное время нельзя. Дальше возникает следующая история, что вот у нас вот эти есть NP-задачи. Значит, первая часть из-за того, что это следует... Ну, давайте постоянно рисую это всякий случай, потому что на самом деле тяжелая такая тема, она поэтому оставлена напоследок, и семинар у нас по-другому. Потому что такая тема теоретическая, просто чтобы знать, что такое есть. Значит, тут у нас есть задачи класса P. Кроме этого, мы с вами только что поговорили, что в принципе кроме этих задач есть еще некие задачи класса NP. При этом класс NP на самом деле включает в себя P. То есть потому что мы с вами обсудили, что если задачу решить можно за полиномиальное время, то проверить решение этой задачи тоже можно. Идем дальше. Вот это NP-хард. Как раз здесь нам уже нужно сведение. Значит, мы говорим, что вот все эти задачи NP можно свести к каким-то задачам. Значит, эти задачи тут очень важны. Вот тут нюанс. Могут быть в разных местах расположены. Вот у нас есть куча задачек. Они могут быть здесь, кстати. Я все эти задачки могу свести к какой-то там одной задаче, допустим, которая находится вот здесь. Вот эта задачка. И то есть, я опять же говорил, вот поэтому мы столько времени убили, что вам что вам не обязательно у вас не обязательно сведение задачку упрощает. Может так получиться, что сведение вашу задачку усложнит. И вот мы берем, сводим все задачки, можем все задачки из класса P и из NP свести к какой-то одной задаче. Это что ж такое? Пардон. В общем, да, поверьте, что тут есть стрелочки вот от всех. При этом, на самом деле, вот эта задача может быть здесь. Таких задач может быть несколько. То есть, может быть, еще одна задача, к которой можно все свести. Может быть, еще одна. Но самое интересное, что эта задача может быть и вот здесь. В классе NP лежать. Окей. Значит, то есть, история какая? Вы, у вас все задачи из класса P и из NP, ну, то есть, просто из NP, они могут быть сведены к каким-то задачам. Эти задачи могут принадлежать классу NP, а может, могут к нему не принадлежать. Они не могут принадлежать классу P. Почему? Потому что если вот у нас бы здесь существовала такая задача, это бы значило, что мы вот любую такую задачу можем решить за полиномиальное время. Потому что тут нужно вот сводимость за полиномиальное время. Я вот это не сказал. За полиномиальное время надо сводить. Мы должны уметь вот условия задачи свести к, одной задачи свести к вот этой задачи за полиномиальное время и обратно перейти за полиномиальное время. Вот такая вот должна быть, какой должен быть нюанс. Поэтому вот здесь мы точно такой задачи не ждем. Но вот эта задача, она может быть как здесь, так и снаружи. То есть она может вообще NP не принадлежать. Вот такие задачи называются NP-hard. И как им границу нарисовать? Ну, не совсем мне лично понятно. Допустим, их как-то вот так. Скажем, что... Так, все, ага, я пропадал на секунду. Что вот у нас есть такая вот так вот ограничимая, что у нас есть задачи, которые называются NP-hard. То есть это задачи NP-трудные, так называемые. Они по-русски очень... Ну, там много синонимов, поэтому печально звучит. Это NP-hard. Запомним, что они NP-hard. Вот эти NP-hard задачи, они вот как-то так лежат. Возможно, там... То есть они на самом деле не пересекают. То есть нет пересечения с классом NP-задач. Ну, где-то они лежат. Опять же, я повторюсь, это значит, что вы можете даже задачу из класса NP еще больше усложнить. Но возникает вопрос. Может ли быть вот такая задача, которой можно свести все задачи из класса NP, но при этом эта задача сама в классу NP принадлежит. Эта задача будет обладать единоособыми свойствами, по-видимому. Вот. И оказывается, что такая задача действительно есть. Сад проблем. Есть такая задача. Вот эта вот задача, которая ужасно странно выглядит. И мы видели ее частный случай. Там три сад проблему. Там скобочки стояли. А вот сад проблем – это просто у вас куча булевых переменных. Между ними отрицание, объединение и значок И. И вам просто нужно спросить, а вот можно ли найти набор таких значений, этих переменных, чтобы у вас все вот это выражение стало истинным. Оказывается, что вот эта задача, несмотря на то, что когда на нее первый раз смотришь, кажется, ну что там, я взял, подставил, там типа немножечко порешал, и вроде бы должно решиться. Она решается, она не решается за полиномиальное время. Но при этом она сама относится к классу NP, потому что проверить ее решение можно за полином. Ну и что более интересно, это именно та задача, которая вот относится к специфическому очень классу задач, которые очень люди любят. Вот этому. Вот этой части. Пардон. Да, я ее... Как-то нарисовать это можно? Сейчас зум. Зум, зум, зум. Что-то творишь. Вот этой части задач, которые с одной стороны являются NP-задачами, а с другой стороны можно всех задач к ним свести. Так. Значит, на самом деле оказывается, что, ну опять же, бывают задачи, вот я повторюсь, бывают задачи, которые NP-хар, но при этом к ним можно свести любую задачу, но они не являются NP-задачами. Например, вот такая задачка странненькая. Верно ли утверждение вот такого вид? То есть там, ну там ее можно увеличивать, число элементов. Вот. Это обобщение сад проблемы. И оно на самом деле, вот, то есть, оно уже будет лежать вот здесь. То есть тут очень важно понимать, что эти задачки разные. Значит, задача остановки внезапно тоже является NP-хард. Потому что, чисто гипотетически, вы можете свести к ней задачу любую. Другой вопрос, что этим самым вы сделаете задачу неразрешимой. Но если бы решение существовало... То есть вы говорите, я свожу свою задачу, задача остановки. Такая и есть задача. Если я найду решение задачи остановки, то я смогу его перевести в решение моей задачи. От этого, правда, задачка ваша, ну, разрешимее не станет. Проблема остановки разрешимее не станет. Просто потенциально вы могли бы так сделать. Поэтому это тоже NP-хард. Ну и да, можно свести задачу SAT к проблеме, HALT. Ну, то есть, на самом деле, мы... Самый банальный способ просто берем и перебираем все варианты. Подставляем все возможные комбинации значений булевых переменных в нашу формулу. И просто проверяем, выполнится ли она в истину. Если да, то выходим. А если нет, то просто пока пока true зависаем. Вот. То есть, получится вот такая программка, для которой, если наша HALT сможет что-то сказать, то, значит, наша задача стала... Вот мы ее решили. Проблема в том, что задача HALT полна. Просто неразрешима. Вот. Ну, соответственно, вот эти вот задачки, которые розовеньким здесь выделены, они называются NP-комплит. Почему они NP-комплит? То есть, такие завершенные, не знаю, NP-... Ну, в нашем они называются NP-сложные. То есть, вот это NP-трудные задачи, а NP-комплит это NP-сложные. Почему они такие? Потому что они... То есть, смотрите, они лежат в классе NP, и при этом к ним можно свести любую задачу. То есть, в принципе, если вы умеете решать ровно одну задачу из NP-комплит, то вы можете решать вообще все задачи. Вопрос, что не очень оптимально. Так. Давайте я это сотру. Оказывается, что таких задач очень много. То есть, на самом деле, вот я специально выбирал такие задачи, вот эти из класса NP, которые как раз-то являются NP-комплитными. То есть, 3SAT, проблема нахождения клики, проблема нахождения гамильтонового графа, проблема нахождения подсуммы равной там нулю или чему-то конкретному и так далее, и так далее. Вот. Ну и есть такая основная история, что вот можно вот так вот нарисовать, да, я даже правильно нарисовал. Значит, что если у вас P равно NP, то у вас окажется внезапно. То есть, вот сейчас давайте так. Значит, почему эта вот проблема называется V без NP или P равно ли оно NP? Потому что вот люди до сих пор не смогли доказать. Вот я говорил, что вот все эти задачи нельзя решить за полиномиальное время. На самом деле, тут я не прав. То есть, на самом деле, все эти задачи не доказаны, что можно ли их решить за полиномиальное время. Но люди склоняются к мнению, что нельзя. Вот. Соответственно, если так можно, тут возникает вот это вот самое, то, что я сказал, почему это, собственно, задача NP-комплит. Потому что если вы эту задачу можете решить за полиномиальное время, то это идеал это идеал мира получается. Почему? Потому что когда вы любую задачу берете, которая потенциально решает, ну, хоть как-то решается, ну, то есть, любую задачу, которая хоть как-то может быть там проверено за полиномиальное время, то есть вы можете вам достаточно просто сказать, что я эту задачу, могу вот ее решение проверить за полиномиальное время, что она верная. И тогда вы сразу, применяя эту задачку, сводите вот этой там одной или нескольким NP-комплит, которую вы умеете решать за полиномиальное время, а вы на самом деле их все умеете решать, потому что они все друг к другу сводятся по определению. И вы, получается, можете решить любую задачу, просто умея проверять истину, проверять ее решение. Вам не нужно уметь ее решать, вам нужно уметь проверять решение, что нам намного проще. Это, кстати, поведет к тому, что у вас эти криптовалюты екнутся у вас, вообще криптоанализу будет очень плохо и так далее, и так далее. Но как бы это сценарий, скорее всего, невозможный, а реальный сценарий заключающийся в том, что вот я нарисовал, то, что у вас есть полиномиальные задачи, которые можно решить, и для них существуют алгоритмы, и вы можете с этим всем хорошо жить и работать. У вас есть задачи NP, которые можно проверить за полиномиальное время, и при этом эти задачи NP, они как бы их вот, вот это вот все задачки. То есть их много, они включают в себя NP задачи. И кроме этого, у вас в этих NP задачах есть подмножество задач, которые настолько крутые, что к ним можно свести все другие задачи, но при этом, к сожалению, вот эти задачи NP-комплит, их нельзя решить за полиномиальное время. Было бы круто, но мы не можем. И это очень важно знать, когда вы там задумываетесь, почему такой алгоритм работает. Например, очень часто есть такой алгоритм дерево решений. Он крайне неоптимально работает, жадным алгоритмом, в смысле как раз-то приблизительный алгоритм. То есть там жадный алгоритм используется, но при этом алгоритм, который не решает задачу правильно, он ее решает приблизительно правильно. Почему так? И мы с вами будем в последнем занятии, там разберем приблизительные алгоритмы. А почему так вообще происходит? Ну потому что просто нельзя, задача построения оптимального решающего дерева, это задача, ну родственная NP-комплит задача. Потому что вам нужно там уметь отвечать вот на вопрос, а вот этот признак, он хороший для разберения или нет? Ну условно, я говорю, я утрирую. То есть вы поэтому эту задачу решить не можете. Говорят, что вот она NP-сложная. Что еще там? Например, вы там для нейронной сети, почему мы не можем, почему мы там обязательно наградиентным спуском обучаемся, а не просто переберем все веса. Ну потому что, опять же, все эти веса перебрать, это тоже задача, которую нельзя решить оптимально. Почему мы не можем найти глобальный минимум при обучении нейронной сети? Ну потому что все эти веса не получится перебрать, даже если мы там скажем, что эти веса там из какого-то не очень большого диапазона. То есть нам придется их реально перебирать. У нас не существует алгоритма, который эти веса будет как-то быстро перебирать. И так далее, и так далее. Вот. Ну и последнее, что мы разберем, опять же, вот здесь, ну это будет немножечко жестоко. Если что-то будет непонятно, вы всегда пишите. Ну и плюс, как бы я повторюсь, это вот необязательный момент. То есть понимать, что такие задачи есть нужно. Понимать, что если вам пришла в голову замечательная, гениальная идея, то возможно ваша идея основана на решении задачи, которая не решается иначе, как перебором всех возможных вариантов. Почему перебор вариантов работать будет? Потому что вы можете проверить правильность решения. Вы берете, просто если вы все варианты решения задач в принципе можете озвучить, вы берете и начинаете все их проверять. Один, там второй, третий, четвертый и так далее, и так далее. Вы все эти варианты перебрали и один из этих вариантов у вас дал хорошее решение. Ура. Честь вам и хвала, но, вероятно, это не совсем та история. Значит, вот у вас есть задача L, как показать, что она NP-комплит. Значит, надо найти задачу C из NP-комплит задач. То есть вам нужно знать какой-то список NP-комплит задач. Поэтому, опять же, вот это знание курса по алгоритмам, оно очень полезно. То есть иногда у вас, например, просят, там есть такие задачки, типа, вот мы на прошлом занятии, кстати, мы решали задачу, когда нужно было перечислить все возможные комбинации, которые дают в сумме данное количество денежек. Все возможные комбинации монет. Нужно понимать, что вывести все эти комбинации, если нужно, вы это не можете сделать меньше, чем за перебор. Но эта задача при этом не является NP-комплит, конечно, но что-то типа того. А вот задача... Так, тут кто-то... Да, вопрос задали. Почему... Можете объяснить, почему сад-проблема не решается за переборное время? Нет, это очень тяжело. То есть есть теорема специальная, по-моему, теорема... Сейчас, я просто путаю. По-моему, теорема Кука, да. Теорема Кука, которая доказывает, что она не решается за полиномиальное время, а решается только перебором. Это тяжелое доказательство. Его краткую схему можно найти в Кормане. Построение и анализ... Построение алгоритмов и анализ. Там можно найти краткое изложение этой теоремы, как она доказывается. Но нельзя. Вот. То есть вот берете такую задачку, которая из NP-комплит уже, обычно старается брать задачки, которые очень такие максимально... Как бы максимально ограниченные в чем-то. То есть это задачки, которые... Которые... То есть это не сад-проблема. Сад-проблема – это очень сложная задача. Сама по себе просто. А вот, например, поиск клики в графе уже попроще. Вот именно в плане сведения к ней. Значит, находите такую задачу и пытаетесь ее, вот эту задачу, свести к... Да, не сведение к ней, а сведение ее к чему-то. Свести вот эту задачу, NP-комплит задачу, вы пытаетесь свести к вашей. Значит, что получится? Давайте я просто это нарисую, чтобы мы... Сейчас у нас там еще есть еще одна задачка, которую надо разобрать. Значит, вот представьте себе, что у вас вот есть вот эта NP-комплит задача. Обычно они обозначаются просто NPC. Значит, вот эту NPC-задачу... Вы говорите, что я ее могу условия свести к моей задаче. Пусть это будет NP, типа my problem. Вот я свел. При этом свел я за полиномиальное время. Ну, за какое-то полиномиальное время, допустим, там за O, а T. Часто получается свести задачу за полиномиальное время, в смысле за линейное вообще. Дальше что я сделал? Я эту задачу как-то решил. Я не знаю, как еще ее решать, но я ее решу за O, а T. Получил ее решение, то есть answer. Answer на мою задачу вот эту MP. А дальше я возьму, и этот answer, ну, допустим, тоже за полиномиальное время, причем за линейное. Я его сведу, опять же, не обязательно линейное время, просто для простоты. Пусть будет линейное время. Я его сведу к задаче, NPC-задачи, которая решается вот за это NP. А дальше я возьму, и этот answer, ну, допустим, тоже за полиномиальное время. К решению задачи НПЦ. Значит, что я знаю? Вот я принимаю на веру, что есть миллиард математиков, которые трудятся над доказательством того, что НПЦ-задачу нельзя решить меньше, чем за полиномиальное время. То есть она решается больше, чем за полиномиальное время. Давайте там пол назовем это. Значит, О от пол. То есть О, это больше, чем любое О от полином. Значит, у меня здесь есть полиномиальное время, за которое я свел задачу. Это важно на самом деле. Значит, может, там что угодно надо доказывать себе. Есть полиномиальное время, за которое я решение задачи свел. Значит, вот эти два времени, они полиномиальны. Что произойдет, если и вот это решение будет полиномиальным? Мои задачи текущие. Тогда получится, что суммарно задачу вот эту НПЦ я решил за полиномиальное время. То есть за какое-то там О от Т плюс Н, плюс там еще Н. Ну, в данном случае так у меня получилось. Которое меньше, чем... Которое, простите, ну, которое какое-то полиномиальное время. Вот какое-то это полином. А я знаю, что это невозможно, потому что, ну, я все-таки не верю, что я нашел ту единственную задачу, которую вот ищут математики уже там 50 лет. Я вот это не верю. Поэтому я говорю отсюда... То есть, во-первых, я этим точно уже доказал, что моя задача действительно является НПЦ. То есть, вот это я точно доказал. Потому что просто... Но... Потому что если к НПЦ... То есть, смотрите, почему это точно НПЦ-задача? Потому что к НПЦ можно свести любую задачу, да? Любую абсолютно. А я взял и вот эту задачу, к которой можно свести любую задачу из класса НП, свел к моей задаче. Ну, значит, моя задача, она является как минимум НП-хард. Это важная такая история. То есть, она может быть сложнее, на самом деле. Но я, кроме этого, еще вот тут вот написал, что... Да. Что моя задача, пусть еще вот эта вот, которая, my problem, она еще... Вот я знаю, что проверить ее можно решение за полиномиальное время. То есть, сама она принадлежит классу НП. Тогда она... К ней тоже можно свести любую задачу по такой схеме. Она тоже... И она является НПЦ. Вот. Ну, и теперь остается только последний шаг. Могу ли я эту задачу все-таки решить за полиномиальное время? Не могу. Потому что, если так произошло, то это значит, что моя задача принадлежит вот этому классу НПЦ, то я эту задачу решил за полиномиальное время. А значит, я все задачи вот этого класса НПЦ решил за полиномиальное время. А я понимаю, что, наверное, все-таки я там не тысяча информатиков и математиков, которые эту задачу пытались решить. И, скорее всего, моя задача очень тяжело решаема. Вот. Такие пироги. Значит, дальше тут есть в презентации, я специально оставил решение... Ну, такой пример, как это сделать. Сейчас. Давайте. Вот схема сама, как должна выглядеть. Вот я ее рисовал. И, значит, дальше есть вот... Сейчас. Ладно, давайте сначала про это поговорим, потом докатимся до примера задач. Значит, что делать, если у вас задача НПКомплект? Вот вы доказали, что ваша задача НПКомплект. Теперь проверить, что вы верно все доказали, потому что вы могли что-то совсем странное доказать. Самая частая ошибка – вы не в ту сторону сводили. То есть вы можете любить... Вот к НПЦ задачи можно свести реально очень много задач. Вам нужно НПЦ задачу свести к вашим. А во-вторых, убедиться, что ваша формализация соответствует реальной задаче. Мы это сейчас увидим. Вот сейчас будет пример того, когда это не так. Вот мы ошиблись. То есть мы там про сортировки много говорили. Вот там очень важно про сравнение фразы. То есть это не пример НПЦ задачи, но, тем не менее, эту задачку сильно упрощает. Вот если у вас есть реальная задача, вы ее как-то формализировали, и эта формализация сводится к НПЦ задачи, вы проверьте, что ваша реальная задача не проще. То есть, возможно, есть какие-то дополнительные условия. Например, вот мы говорили, что есть два SAT проблемы, есть три SAT проблемы. Дальше это будет. Собственно, как бы два SAT решается за полиномиальное время, три SAT за время уже полиномиальное не решается. И вам нужно между этими двумя задачами как-то прыгать. То есть нужно понимать, что вы могли переслажнить. Кроме этого, и мы про это немножечко еще поговорим на следующем занятии, есть некоторые НПЦ задачи, которые решаются за псевдополиномиальное время. Что это значит? Что пока у вас у них входы не очень большие, вы можете решить это, например, динамическим программированием, реально решить, и у вас при этом время работы будет не очень большое. То есть оно типа будет полиномиальным, но там в полиноме будет зарыт множитель, который на самом деле отвечает за полный перебор, просто полный перебор не очень большой. Еще бывает проблема родственная второй. Возможно, ваша задача действительно является НППРОЛНой, но вам ее не нужно решать в общем случае. Например, если у вас есть огромный граф, и вам нужно найти все клики размера 10, это решаемая задача, потому что вам не нужно находить максимальные клики. Вам нужно просто перебрать все десятки из вершин. Да, это долго. Да, возможно, это, кроме как на суперкомпьютере, нерешаемо. Но это возможно. К тому же есть алгоритмы, которые позволят там большую часть вершин выкинуть просто, которые не подходят под перебор. То есть перебор уменьшится. И кроме этого, опять же, мы про это тоже поговорим, есть приблизительный алгоритм решения подобных задач. То есть вы берете задачу, вы ее решаете. Да, сейчас я на это обращу внимание, почему она стала минимумом НПХАРД, а не просто НПРОН. Сейчас вернемся. Значит, кроме этого, есть приблизительные алгоритмы, которые иногда решают задачи, которые НПКОМПЛИТ очень хорошо, и вам нет смысла отчаиваться. То есть в данном случае как раз-то та ситуация, когда, возможно, как раз-то нейросетка и сработает. Не обязательно здесь делать нейросетку. Есть куча алгоритмов, которые работают куда проще и сделаны еще в 70-е годы. Но, в принципе, если у вас есть задача, которая решается перебором только, возможно, нейросетка в каких-то ситуациях сможет вам жизнь облегчить, скажем так. Действительно, такое направление есть. Так, теперь был вопрос, почему задача на предыдущей схеме стала вот эта НП обязательно не просто НП, а НПХАРД, for NП complete. Значит, смотрите, вот у нас есть наша задача. Мы для нее заранее утверждаем, что она является НП-задачей. Если она не является, то мы... Почему она будет НПХАРД? Потому что мы с вами говорили, что вот когда мы сводим эту задачу, то есть, которая известна НПЦ-задача, к нашей, мы... И мы про это говорили. С введением нельзя задачу упростить по сравнению с оптимальным решением. Вы всегда с введением в лучшем случае делаете задачу не сложнее. Поэтому по определению, просто если вы с какой-то задачей смогли связать с задачей НПЦ, то это будет задача НПХАРД. Потому что НПХАРД – это по определению задача, которая не легче, чем НПЦ-задача. А почему это НП complete задач? Потому что мы заранее сказали, что ЭЛ еще, кроме того, принадлежит классу НП. То есть, нам говорится на самом деле, что действительно мы вот этим сведением задачу не сильно усложнили. То есть, мы ее оставили приблизительно в той же категории сложности. В категории сложности НП complete задач. Вот. Так. Ну, соответственно, вот пример переусложнения задачи типичной, что вот эта два сад проблема, она решается за полиномиальное время, а ее общие случаи нет. Поэтому вы можете там очень долго посидеть, подумать и таки, все пропало. А у меня задачка вот типа вот там со всякими булевыми переменами, а я слышал, что такие задачи решать не получается за полиномиальное время. Но у вас-то задача может быть из конкретного класса, который решается за полиномиальное время. Помним, надеюсь, что задача поиска наиболее длинного пути решается на направленных циклических графах. Значит, здесь, возможно, то есть можно не сразу сообразить, на самом деле, но мы с вами решали задачу минимального. То есть, да, мы с вами просто выбирали из двух, вот, допустим, вот у нас в С ведет два пути. Из А в С, и из А в Б, а потом из Б в С. Вот у нас два пути. И мы выбирали минимальный. И мы говорили, что вот это нам дает действительно локально оптимальное решение для минимального пути. Но если у вас, в принципе, когда вы делаете динамическое программирование, у вас минимальное, минимум и максимум очень часто можно менять местами. То есть, вот в циклическом графе динамическим программированием, по сути, можно находить пути максимальной длины без каких-либо проблем. Но, опять же, это во многом связано просто с тем, что у вас нет циклов. Без циклов задачка решается. Вот алгоритм Dijkstra вы уже применить не сможете для поиска наибольшего пути, если у вас в графе есть циклы. Там алгоритм Dijkstra торжественно сломается. Так. Ну вот. Соответственно, и кому непонятно, что такое, как можно заменить минимум на максимум, можно просто домножить веса на минус 1. Тогда минимальный путь у нас будет просто самый маленький. То есть, минус 3, минус 8. Мы выберем его путь, а не путь из овцы. Требует минус 5. Соответственно, вот есть задачка. Есть ее решение. Мы сейчас не будем это разбирать. Мы уже и так из времени вывалились. Можно потом посмотреть. Да. Ну, соответственно, так. Сейчас. Вот. Давайте теперь еще одну историю разберем. просто как вот пример того, что задачка... Вы всегда должны очень четко понимать, какие условия есть входные у вашей задачи. На самом деле это важно даже, когда вы учите нейронную сеть. Вот когда вы учите нейронную сеть, старайтесь передавать на вход нейросети всю информацию, которая у вас есть. И которая при этом, ну, разумна. Вся информация, которая будет доступна на этапе тестового теста. Либо, которая там на этапе теста не важна, и вы можете там передать все комбинации этой информации. Потому что ваша нейросетка, возможно, вполне, ну, будет очень рада там дополнительной информацией. Например, что, ну, бывает, например, у нас было, что у нас просто выборка была шумная. И просто информация вот при решении задачи, что выборка шумная, и говорить нейросетке, какие конкретно объекты мы подозреваем в наибольшем, так сказать, шуме, оно очень сильно улучшало качество нейросети. Так, теперь про сортировку подсчета. От нейросети все-таки обратно к алгоритмам. Значит, пусть у нас есть такой массив, и нам известно, что все ключи целые и находятся в диапазоне от А до Б. В данном случае мы знаем, что все ключи, вот в данном случае можем глазами узнать, то все ключи лежат в интервале от минус 1 до 11. Ну, в крайнем случае, если у нас массив не очень большой, мы можем в нем найти минимум и максимум быстро. Опять же, за О от N. Почему? Ну, потому что это все равно лучше, чем N log N же. Тут есть как бы другой нюанс. Давайте создадим массив размера B минус A плюс 1 и заполним его нулями. Теперь мы возьмем и пройдемся по исходным значениям с этого массива. И просто будем делать следующее. Вот у нас семерка встретилась один раз, поэтому мы напишем, что она один раз встретилась. Потом двойка встретилась один раз, мы записали в массив единичку. Потом мы еще раз встретили двойку, мы к единичке добавили еще единичку, получилось 2. То есть у нас получается такой массив, в котором просто на каждой позиции записано, сколько раз встретилось то или иное число. При этом индексация, вот заметьте, у нас начинается с A. Вот A у нас было минус единица, и поэтому у нас тут минус 1, по сути получается. Вот, таким образом мы завели массив, в котором мы просто почитали, сколько раз, какое число встретилось. Кстати, это способ быстро посчитать, сравнительно быстро подсчитать без использования словарей, какое у вас самое частое число в массиве. Опять же, если вы знаете заранее, что вот этот диапазон A, B не очень большой. Все увидим, почему. Дальше идет фаза так называемого накопления. Значит, смотрите, мы перейдем по массиву и к текущему значению прибавляем предыдущее. То есть к единичке мы ничего не прибавляем, к единичке этой мы прибавляем предыдущую единичку, к этой единичке мы прибавляем двойку уже, тройка получается, к этой двойке мы прибавляем тройку, пять получается, к единице мы прибавляем пятерку, шесть получается, к нулю мы прибавляем шестерку, шесть получается, ну и так далее. Получился вот такой массив. Не тривиальный, но что-то в нем есть. Можно заметить, например, что суммарно в нем 11, максимальное значение в нем 11, а позиции у нас в исходном массиве тоже, сколько будет? Чисел сколько у нас в исходном массиве? Тоже 11. Это может навести на некие мысли. Давайте эти мысли реализуем. Что мы сделаем? Мы пойдем с конца массива. Вот у нас двойка. Давайте просто посмотрим, где она в этом массиве, который мы здесь сформировали, где она лежит. Значит, вот она здесь лежит. Ей соответствует число 5. Давайте возьмем и поставим ее на 4. И при этом уменьшим. То есть мы уменьшаем. Вот у нее тут 5 стояло. Мы уменьшили на единичку и поставили ее на четвертое место. Теперь у нас минус 1. Мы его где встретили? Вот у нас минус 1. Он на первом месте должен быть. Но единственное, нам нужно уменьшить сначала единичку на 1. Это будет 0. И ставим его на нулевое место. Таким же образом мы можем... Так, вот тут быстрый переход. То есть, смотрите, для десятки мы точно так же десятку куда поставим? На... Так, вот тут опечатка, видимо. Да, сейчас. Что у меня... Так, десятку мы поставим на восьмое место. Да, на восьмое место. Сейчас, пардон. А у меня изначально тут опечатка, видимо. У десятки должна быть... Да, у десятки должна быть десятка. Поэтому десятку мы ставим на девятое место. А пятерку мы ее встретим два раза. Мы ее поставим сначала на седьмое место, потому что... А потом на шестую. А, ну вот мы... Да, мы десятку... Сейчас, пардон. Давайте мы... Давайте вот здесь порисуем то, что да, так сбивает. Когда смотреть так понятно, так это сбивает. Так. Раз и два. Значит, давайте вот по этому идем. Значит, на минус единичку. Куда бы нам поставить минус единичку? Мы с вами понимаем, что ее нужно поставить... Значит, вот ей соответствует единичка. Мы заменяем единичку на нолик. И, значит, нужно поставить минус единичку на нулевое место. Дальше что нам нужно сделать? Вот у нас десятка. Десятки соответствуют 10. Значит, десятку мы должны... Значит, из десятки мы вычитаем единичку. Это 9. Значит, десятку мы должны поставить на десятое место. На девятое место. Поставили. Теперь у нас пятерка. Пятерке соответствует восьмерка. Восьмерку мы, значит, из восьмерки мы вычитаем единичку, это 7. И поэтому пятерку мы ставим на седьмое место. Единица. Единица ей соответствует 3. Из тройки мы вычитаем, значит, единицу мы должны поставить на второе место. Так, пардон, у меня опять слетело. Сейчас. Поставили. Теперь пятерка. Вот это. Посмотрите, мы пятерку до этого уже встречали. Значит, ну теперь пятерке соответствует цифре 7. Значит, мы еще на единичку это уменьшаем. Получается 6. Пятерку ставим вот сюда. Теперь 0. 0 как бы соответствует ему в двойка. Мы ее уменьшаем на единичку. Это единичка. И ставим нолик на единичное место. Вот так. Опять у нас слетела. Поставили 0. Идем дальше. Значит, у нас есть тройка. Тройка стоит на шестом месте. Это нам не нравится. Ну, то есть, нам нравится все правильно. Нам нужно просто уменьшить, прежде чем класть ее на место, нужно уменьшить на единичку. То есть, получилось 5. И тройку мы поместили куда? На пятое место. 11. 11 у нас, ему соответствует число 11. Мы должны вычесть из 11 единичку. И получим, что нужно 11 поместить на первое место. Дальше. У нас осталось число 2. Кстати, оно не первое. Второй раз встретили. Число 2. Ему соответствует четверка. Мы опять четверку уменьшаем. Получается 3. Ставим сюда двойку. И у нас остается семерка. Семерка должна быть на 9 минус 1 на восьмом месте. У меня получился отсортированный массив. Минус 1, 0, 1, 2, 2, 3, 5. Ну, все правильно. Ну, хорошо. Допустим, то есть, ну, так сейчас. Сотрем все это. Посмотрим, получилось ли там в конце то же самое. Ну, будем думать, что получилось, я думаю. Видно, что алгоритм не очень сложный. И, наверное, мы должны были и там получить то же самое. Идем, идем, идем. Да, получили то же самое. То есть, действительно, отсортированный массив. Прекрасно. Что с этим дальше делать? У нас получается, что вот это все работает за ООТ. Ну, на первый взгляд. То есть, почему так получилось? У нас же есть теорема. Вот я напомню, которая говорит, что мы не можем сортировку с сравнениями сделать меньше, чем за ОООТ. Н лог Н. А здесь у нас на первый взгляд получилось, что мы это сделали за ООТ. Давайте вернемся обратно. Во-первых, сначала посчитаем правду. Правду, сколько у нас времени. Значит, смотрите. Нам нужно было по изначальному массиву пройтись. Сначала мы создавали вот этот большой массив размера А минус Б. Так? Давайте пойдем просто в начало сейчас. По алгоритму. Вот создали этот массив. Ну, его создание нам ничего не стоит. Мы договаривались, что выделение памяти мы не знаем, сколько занимает. Но это какая-то там некая операция, которая там от памяти напрямую, от размера выделяемого массива напрямую не зависит. Ну, заполним его нулями, бог с ним. Опять же, можно компьютерку сказать, чтобы он его заполнил нулями. Тоже не будет зависеть. Дальше у нас вот эта фаза подсчета. Нам нужно вот в этот... Пойтись по вот этому массиву А, нашему изначальному. Это займет ООТ. Идем дальше. У нас, кроме этого, теперь фаза накопления. Нам нужно проходить вот по вот этому массиву. Ну, по вот этому массиву, да. И прибавлять к следующему элементу то, что было у предыдущего. То есть к единичке мы прибавим единичку. Там получилось двойка. К единичке прибавляем двойку и так далее. Мы это делали уже. Сколько вот это времени займет? На самом деле это займет не ООТ. Оно займет ООТ. В минус А. Ну, на самом деле плюс 1 еще. Что это значит? Это на самом деле значит, что... То есть нам нужно пройтись по такому массиву огромному. Только у нас получилось просто... Сейчас давайте проверим. Четыре. 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 Не, все правильно, да. То есть у нас... У нас... У нас... У нас минимальное число. Это минус 11. Фу. 11 максимальное число. А минимальное минус 1. Это... У нас... Это... Это 12. Это 12. А массив у нас размера 13. Так-то. Вот. Получилось ООТБ минус А плюс 1. Окей. Значит, уже тут не ООТ. И дальше нам нужно опять по вот... Ну, мы опять идем по вот этому массиву и заполняем новый. То есть это опять будет ООТ. На самом деле. Ну, давайте просто суммарно на следующем слайде я выведу. Вот так-то. Вся эта канитель. Сколько будет занимать? То есть нам теорема о сортировке сравнениями говорит, что можно сортировать только за ООТН лог Н. А мы говорим, что вообще говоря, я могу сортировать все это дело за ООТН плюс то, что мне нужно было идти по массиву каунтов, B минус А плюс 1 за ООТН. И на самом деле очень часто возникает ситуация, что у вас, например, миллион чисел, а все они ограничены тысячью. То есть вот эта штука вот здесь, она меньше, чем ООТН. Такое вполне может возникнуть. И в этом случае у меня будет весь алгоритм работать за ООТН сортировки. И как же так получилось? Ответ на самом деле очень простой. Мы использовали дополнительную информацию. То есть чтобы сортировка подсчетом сработала, нужно знать, что числа у нас, что у нас ключи являются целыми числами. Иначе мы не могли такое сделать, у нас бы не получилось их в массиве так располагать. У нас индексы должны быть целыми числами. А во-вторых, мы знаем, что как раз-то вот у нас этот ООТН получается только если ключи сильно ограничены. То есть если мы понимаем, что ключи там не могут быть больше по размеру, скажем, чем 10 тысяч. Потому что если у нас получится, например, представьте себе, что у вас ключи, у вас массив очень маленький. И он состоит из чиселок 1. Так, это что же такое? 1, минус 5, и 2 в 29. То вот массив из трех чисел. Вот алгоритмом с сортировкой подсчета вы его будете сортировать в вечность. Что вам придется проходиться вот по массиву вот такого вот размера. У вас и памяти на самом деле не хватит. Это другой вопрос. Хотя размер массива всего 3. Вот, то есть мы одновременно пользуемся двумя фактами. Первое, что вот такой ситуации нет. А второе, что более важно, что у нас все ключи являются целыми числами. И это опять же к тому, что когда у вас, вы знаете, что, ой, я знаю, задача решается там типа за n-log-n. И вы действительно ее можете решить за n-log-n, вот с введением, например. Вы молодцы, вы очень большие молодцы. Но нужно учитывать, что, возможно, ваша конкретная задача решается быстрее. Например, за уатт. Так, ну, на этом, собственно, все. Так, сейчас 17.52. Значит, на самом деле сейчас не 17.52, я, пардон, сейчас посмотрю, сколько. 17.56. Значит, нам, давайте мы через 20 минут начнем, мы порешаем задачки на, собственно, ну, на разделяем вас. У нас будет несколько задачек. Мы с вами просто посмотрим, как работает бинарный поиск. Напишем merge sort. Ну, то есть вот эту сортировку слияния. Мы немножечко там еще проиграемся. Посмотрим, как это работает по времени. Вот сейчас 20-минутный перерыв, можно сходить выпить там чаю, пей, и кусить чего-нибудь. После этого продолжим. Продолжим.